Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, моя королева, разрешите преподнести вам этот великолепный букет цветов в честь великой годовщины нашего бракосочетания Разрешаемый рыцарь. Давай. Спасибо. Это что такое? Все нормально. Просто небольшой инцидент на рыцарском турнире. Чего ты несешь? Ты лицо свое видел? Видел. Вполне себе симпатичное. Разве что немножко покосленное. Кто это сделал, Олеж? Слушай, я вышел купить тебе цветов. Там какие-то подонки к девушке приставали. Мне пришлось им объяснить правила хорошего дома. Но моим объяснением они не вняли. И фейс мне подпортили. Пойдем обработаю. А девушка спасенная вот эта отблагодарила как-то своего героя? Ну, может, телефончиками обменялись, нет? Я с незнакомыми девушками, телефончиками не обмениваюсь. Тем более, зачем мне какая-то девушка, когда у меня есть красавица, женат? Рисун, что это? Все нормально. Ну, косяк. Тихо, тихо, аккуратно здесь. Тихо, все нормально. Я посмотрю. Сильно больно? Нет, не сильно. Господи, что ж ты ввязался? Без паники. Аккуратно, рука. Боже мой, ты посмотри на себя, Олег. Нужно срочно в больницу рентген делать. Там может быть перелом или повреждение какое-то. Не нужно ни в какую больницу. У меня нет никаких переломов, нет ушибов. Это просто синяки. Господи. Единственное, что мне нужно, это грелка. Какая грелка? На все тело. Тьфу, ты дурак, ты глупости какие-то городишь. Я их не просто грожу, я их еще и собираюсь сделать. Ой, видишь, сразу стал легче. Дурак. Да, еще две пары. Да нет, не устала. Слушай, у нас тут Алька проект сдала. И мы сегодня в кафешку идем. Ну, с девчонками. Олег, ты чего? Это же мои подруги. Ну, мы наоборот часиков. Хорошо, на час. Да. Я тоже тебя люблю. Нет, я больше. Ну, все, давай, целую. Угу. Давай. Вас послушать, сахарный диабет сразу заработаешь. Почему? Слишком сладко. Каждый час отсчет. Ой, ты не поверишь, еще одна пара закончилась. И что делала? Лекцию слушала. Я тебя люблю. А я тебя еще обожму. И так второй год. Я бы уже или его застрелила, или сама застрелилась. А мне нравится. Так мило. Ага, мило. Как в твоих любовных романах. А вот скажи, сколько времени тебе дали пообщаться с лучшими подругами в кафе? Час. На пару опаздываю. Тонь, давай поторопимся. Не хочется опаздываться. А у нас что сейчас? Колористика? Эргономика. Куда все несутся? Дубов же не Гавриловна. Секундомером стоять не будет. Дубов сегодня счастливчика должен назвать. Кому-то повезет. На тебя и возьмут. Да нет, но ему Иришкина работа больше нравится. Ну, твоей Кристинину он чаще хвалит. А у меня есть работа. Не знаю, девочки. А вы что, на пару не идете? Идем, не видишь? Ну, что-то вы не торопитесь. Может, вам прогулять? Не будешь же Дубов выбирать из отсутствующих. Кукушкина, не переживай. Тебе все равно не светит. Почему это? Я девушка симпатичная. А нужны умные. Чтоб вы понимали. Да куда нам убодим? Отдевайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, что с рефератами по освещению? Готовы? А вы обещали работу в бюро. Кого-нибудь уже выбрали? Обещал, точно. Корниенка? Да. Что да? С понедельника вы ходите на работу. Понятно. Я? Спасибо. А почему всегда корниенка-то? Другие, что хуже? Ну, вот вы объясните. Ну, серьезно. Ну, да. Серьезно. Кукушкина, прошу. Ваш реферат. Вадим Валентинович, я вам завтра принесу честное слово, обещаю. Что и требую заказать. Вот что. Если кто-нибудь из вас думает, что корниенка ожидает сказка, пусть не заблуждается. Будет у меня пахать, как все сотрудники. Дизайнерский отдел – это, как вам сказать, это поток. Тут нет времени на вдохновение, как большинство из вас привыкли. И еще. Все ваши претензии на гениальность и новое слово в дизайне, простите, но пока никого не интересуют. Ясно? Да. Отлично. Ладно, что-то мы отвлеклись. Продолжаем. Возвращаемся к освещению. Итак, признавайтесь сразу, кто, кроме Кукушкиной, не подготовил эфера? Хорошо. Давайте зайдем с более оптимистичной стороны. Кто подготовил? Раз, два, три, четыре, пять. Я же сказал не звонить мне. На следующей неделе я сам позвоню. Все. А кто тебе названивает постоянно? Это по работе. У нас там завал. Даже не завал, а завалище. Ты домашку сделала? Олег. Что? Я получила потрясающее предложение. Прямо-таки потрясающее? Да. Так, а что же это за предложение от кого-то он получил? У нас эргономику ведет Дубов. Чего? Дубов. Ну, это же один из самых крутых дизайнеров Москвы. О-о-о! Дубов, что? Слушай. Вот. Он проведен конкурс в институте. И победил, знаешь, кто? Кто? Я. Поздравляю. Спасибо. Ты моя гениальная. Так, и что же полагается победительнице? Какой приз? Работа в его архитектурном бюро. Нет. Олег. Нет. Мы же с тобой уже обсуждали, что моя жена не будет работать. Олег. Да почему? Ты понимаешь, что такое Дубов? Это же... Это просто мечта, Олег. Это знакомство, это репутация, это... Ну, это деньги, в конце концов. А тебе что, денег мало, что ли? Тебе не хватает... Зарплаты. Руководителя IT-отдела крупной инвестиционной компании? Да мне достаточно твоей зарплаты. Не в этом дело. А в чем дело? А в том, что мне надоело покупать тебе подарки за твои же деньги. У тебя дома нет все время. Я одна, понимаешь? Но я привыкла работать, в конце концов. Официанткой в кафе задницей крутить перед мужиками? Перед какими мужиками? Обыкновенными в штанах. Что, я не видел, как они на тебя пялились? Олег, я уже давным-давно не работаю в этом кафе. Ты чего, меня ревнуешь, что ли? Я тебе хоть раз за все время дала повод для ревности. Тихо, 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 малыш. Ну ты чего? Малыш, ты же моя. Да? Ты только моя. А ты мой. Только не надо меня ревновать, пожалуйста. Меня это обижает. Прости. Прости, пожалуйста, меня. Просто я думаю. Ну зачем тебе сейчас работать? Ты же учишься, и у тебя много времени отнимает учеба. Давай так. Ты закончишь учебу, да? И мы с тобой поговорим насчет работы. Олег, ну это же такой классный шанс. И у тебя будет еще миллион. Я тебе обещаю. Я все смогу делать. У меня все получится. Нужно просто учиться. Просто попробовать, понимаешь? Послушай, моя мама всю жизнь... Да, моя мама всю жизнь пахала. Вместе с отцом. У них был бизнес. Они работали на себя. Вот только друг на друга у них времени не оставалось. А я не хочу так для нас. Сейчас, подожди. Да, мама. Да. Ну, конечно, конечно, мы завтра приедем. Да. Ну, конечно, мы приедем. Что-нибудь купить? Серьезно? Смотри, кто приехал. Аля. Ты что-то не понял. Все. Все, все. Пока. Люди. Красиво. Ой, смотри. Ой, огнище. У нас просто слюни от зависти. Себя говори. Слушай, просто кто-то без мужика в старых девах останется. Никто без мужика в старых девах не останется. Просто кто-то самостоятельный, независимый. Не то, что некоторые. Пойдемте. На порога знаем. Вик, а как Олег отреагировал на то, что ты будешь работать у Губова? А мы с ним обсудили, обсудили и решили, что я откажусь. Понятно. А я думала... На свои мечты наплевать. Главное, чтобы муж был доволен. Да не в этом дело, Ир. Сначала надо институт закончить, потом уже на работу устраиваться. Ну, все же так делают. Тебе не кажется, что Олег Тиран? А тебе не кажется, что я сама со своей личной жизнью разберусь? Пожалуйста. Просто я думала, мы лучшие подруги и должны всем делиться. А я не хочу делиться. Меня все устраивает. Девочки, давайте не будем ссориться. Ты че? А тебе не кажется, что Олег ее сильно контролирует? Я бы мечтала, чтобы меня так контролировали. Ну и мечтай, если тебе мечтать больше не о чем. Все, пошли. Вик, хорошо, что я тебя встретила. Дай лекции, потому что я не была на прошлой неделе. Мне нужны конспекты. И еще мне нужна твоя помощь. Сейчас тут Вадим Валентинович. У меня есть шанс в Москве? Конечно, Кристина. Я вам дам лучшие характеристики. Спасибо. Так, Инесса Платонна, как обещал. Спасибо. Вадим Валентинович, здравствуйте. Здрасте, Корниенко. Я хотела поблагодарить вас и извиниться. Извиниться за что? Я не смогу работать, у вас уберу. Вот как? Вы получили другое предложение? Нет, что вы. У меня изменились семейные обстоятельства. Ну что ж, очень жаль. Но, впрочем, иметь полное право. Извините. Вика, а ты что, отказалась? А что случилось? Извините. Не твое дело. Вика, скажи честно, а что ты тебе домогался? Кто? Кто, кто? Кто еще? Кукушкина. Иди, дефират пиши. Наконец-то! Мама! С днем рождения! Спасибо! Тихо, тихо, тихо! Это что это за роспись под хохлому? Откуда такой синяк? Это ерунда. Ничего себе, ерунда. Синяк на пол лица. И, надеюсь, это мне... Послушай, ты не поверишь. Это я об косяк ударился ночью. Вот правда, не поверю. Вика, откуда у моего сына вот такой синяк? Хулигана повели. Вика? Девушку защищал в подворотне. Ты со мной это видела? Давайте не будем делать из мухи слона, в конце концов. Мне не 14 лет, да? У кого-то сегодня день рождения, мама. Муа! Да? С днем рождения, Ольга Николаевна. Спасибо. Я думала, вы раньше приедете. Кто-то долго спит, да? Прости. Это я провозился. Господи, вот куда столько еды? Нас сегодня только трое. Все съедим. Что не съедим, то понадкусываем маму. Ты стоя сидячей работой, так себе скоро живот отрастишь. Ну, значит, я его буду по утрам на пробежке выгонять. А еще лучше на работу и с работы ходить пешком. Вот и будет вам здоровый образ жизни. Если маме нужен ЗОЖ, то начнем с поднятия тяжести. И раз, да, мам. И два. Картошку сам запечешь? Держи. Постой со мной. Иди что, иди. Олег, ну там мама. Угу, мама. Мы с тобой так давно на природу не выбирались. Точнее, нет, не так. Мы с тобой вообще давно никуда не выбирались. Ну, конечно. Потому что ты постоянно на своей работе найдешь, дурацкой. Посмотри на себя. На сумму, спишь плохо. Ты устал. Скоро все закончится. Мы с тобой махнем на море. Ой. Отдохнем. Накупаем еще. Вит, ну вы решили, там картошка в четыре руки запекать здесь-то помощников мне не надо? Я иду, иду, иди. Ты не обижайся на нее. Она просто не может привыкнуть, что у нее есть еще одна любимая женщина. Ну, и вообще... Катерниенко, они все, знаешь, собственники. Это у нас семейная. Я не обижаюсь на нее. Я уже поняла, что у нас с ней никакой дороже бы не получится. Хорошо, хоть не в одном доме живем. Слава. Вита! Я иду, иду. Не дозовешься. Ольга Николаевна. Что? Вы хорошо себя чувствуете? Ты доктор? Ты меня вылечишь? Лучше о муже побеспокойся. Господи. Что? Ну, что-что. Ну, просила же порезать овощи половинками. Не слушаешь никогда. Все норовишь по-своему. Извини, я действительно себя неважно чувствую. Плохо спала, давление скачет. Раздражаюсь по мелочам. Да ничего. Но я понимаю. Да что ты можешь понимать? В твои годы про давление понимать вообще не положено. Скажи, у Олега все хорошо? В каком смысле? В прямом, Вика. Может, у него какие-то проблемы? Он выглядит уставшим, каким-то напряженным. Ну, тебе это, конечно, незаметно, но я-то это чувствую. У него сейчас очень много работы. Он почти каждый день задерживается на работе. Сядь. Сядь, сядь. И как давно он стал задерживаться? Ну, в последние месяца два, в восемь, в девять. Еще и позже приходит. И как вы на это объяснили? Завал на работе. Какой завал? Я не знаю. Правда, вам лучше это с Олегом обсудить. Он со мной насчет работы не разговаривает, понимаете? Вика, ну так нельзя. Жена должна интересоваться делами мужа, а не только тем, когда у него зарплата. Мама, Вика всегда интересуется моими делами. Но в лесу о бабах, а с бабами Олесей, это не мой стиль. Ты же знаешь, я о работе разговариваю только со своими коллегами. Да, или с теми, кто этим интересуется, по-настоящему. Мама! Хватит. Как скажешь. Садимся. Шлыки остынут. Сейчас. Все. Нет, ну ты опять это старье вытащил на свет божий. Это не старье, это память о бабушке. Я все детство на этом стуле провел. Я очень ценю твою сентиментальную преданность детским воспоминаниям, но этот стул не вписывается в обстановку. Для кого-то это сентиментальные воспоминания, а для кого-то это семейные ценности. Этот стул долго будет здесь мозолить мне глаза. Пока я здесь всегда. Обрадовала. Ты будешь в воду или сок? Да. Мама! Стоя. Мама! Мамуль, я хочу пожелать тебе здоровья и радости. Живи долго и долго. И с удовольствием. С удовольствием? С удовольствием. Я постараюсь. Счастья вам, Ольга Николаевна. Спасибо. Ты так стал похож на твоего отца. Он тоже всегда желал мне здоровья и радости. О, да, я помню. Скоро будет 10 лет, как его нет. Я помню, мам. Давайте есть. Давайте есть. Давайте есть. Что ты мне положила так мало? Хватит мне звонить, я ничего вам не должен. Есть сомнения, уточните у шефа, он в курсе. Все, разговор окончен. Тут и названивают весь день. О, это по работе. Так сегодня вроде выходной. Да вроде выходной. Есть у меня там один коллега, которому все нужно уточнять. А ты давно Александр Алексеевич был? Александр Алексеевич? Давно. Ты знаешь, он как-то, когда приходит в офис, он не заходит ко мне в отделку поздороваться. Твоя ирония не уместна. Все, 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 все. Мы ему многим обязаны. Он взял тебя на работу и не уволил даже тогда, когда ты перестал ухаживать за его дочерью. Ой. Мама. 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 У Ксюши столько поклонников, что потерю одного она даже не заметит. Вот если бы не это вот твоя великая любовь. Великая. Ты сейчас не был бы простым начальником отдела. А я не простой начальник. У меня тридцать человек почти нет. А вот если бы ты женился бы на Ксюше, сейчас был бы совладельцем компании. А это не факт, потому что он бы вряд ли меня сделал совладельцем компании. А во-вторых, я женат на другой девушке. Я вполне счастлив. Ну да. Главное, что ты счастлив, а счастье матери, ну какая разница? Мама! Мама, а ты же сейчас... Посмотри, ну ты просто копыльничаешь. Господи, да? Что с тобой говорить? Что со мной говорить? Конечно! Вот и давай не будем говорить. Мамочка, я тебя очень-очень-очень-очень-очень люблю. Подолжи мне денег. Денег? Тихо, все! Зачем тебе? Мам, я просто хотел машину поменять. Я зашел в салон и увидел офигенный вариант. Но пока я эту буду продавать, тот уже уйдет. У меня нет свободных денег. Ну, если только мои гробовые. Мама! Мама! А я не понимаю. Я не понимаю, зачем надо покупать новую машину, если старая, они сейчас совершенно нормально бегают. Что все? Ты когда ее купил? Ты купил ее когда? Два года назад? М-м-м-м. Ты что, машину собрался менять? Ну, ты-то хоть забей! Все, у меня мама абсолютно права. От добра добра не ищут. Дали мне, пожалуйста, чай. Пожалуйста. Олег без сахара пьет. Можно уже было бы запомнить. Ольга Николаевна, я помню. Сахар для меня. Солнце. Ну, ты чего, специально маму слышишь? Еще раз с днем рождения, Ольга Николаевна. Спасибо. До свидания. До свидания. Я люблю тебя. Езжай осторожно. Позвони, когда доедет. Ну, конечно. Олег, ты зачем сворачиваешь дороги? Секундочку. Сейчас все узнаешь. Иди сюда. Куда? Давай, давай, давай. Сейчас узнаешь. Залезай. Я подумал, что мы никогда этого не делали в машине. Подожди. Что? Ничего. А почему ты на мне женился? Вик, ты чего? Не, ну ответь просто. Я на глупые вопросы не отвечаю. Хорошо. Кто такая Ксюша? А вот послушать нехорошо. А я не подслушиваю. Просто окна были открыты. Мама у тебя разговаривает громко. Послушай. Ксюши для тебя в природе не существует. Она была за сто лет для тебя. Для твоей мамы-то она существует почему-то. Она поэтому так меня не любит, да? Тихо. Любит тебя моя мама или не любит? Это сугубо ее проблемы. А я хочу, чтобы она меня любила, понимаешь? Потому что мы семья. Нет, малыш. Это мы с тобой семья. А она может делать все, что она хочет. Хорошо. Хорошо. Тогда встреч на вопрос. Почему ты за меня замуж вышла? Потому что я тебя люблю. Вот и мой ответ тебе. А эта Ксюша, она красивая? Малыш. 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 Ты самая красивая на свете. Малыш. 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 Спасибо. Пойдем. Я хочу такого мужа. Я думала, мужикам после свадьбы вся эта романтика до одного места. Может, принцы действительно существуют? Да. Только их мало. Вике повезло. Ладно, страдалец. Пойдем накормлю тебя обедом. Романтика. Ну, пойдем. Ты чего не нарабочная? Да ну нафиг эту работу. Подожди, Аречка, тебя не уволили случайно? Нет, меня случайно не уволили. Я просто решил провести этот день с тобой. Кстати, ты знаешь, как называется первая годовщина свадьбы? А я знаю. Я прогуглил. Называется ситцевая свадьба. То есть у нас с тобой сейчас ситцевый медовый месяц, который мы должны отметить в каком-нибудь потрясающем, незабываемом месте. А я знаю одно такое место. Ну, хорошо. И какое? Ну, оно должно быть для нас символичным, правильно? Правильно. А поехали в каком, в котором мы с тобой познакомимся? Хорошо, не купимая. Хорошо, не купимая. Здравствуйте. Здрасьте. Пожалуйста, меню. Спасибо. А может, сразу что-то закажете? Напитки? Минералку. Хорошо. Спасибо. Слушай, я действительно сто лет здесь не была. Ничего не изменилось. Прости, малыш, мне обязательно нужно ответить. Закажи мне. Ну, что себе будешь брать, хорошо? Хорошо. Да. Я слушаю. И меню не смеялась. Вика, я думал обознался. Никита! Привет. 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 Какими судьбами? Да с мужем под годовщину приехали отвезти. Годовщину? Ого. Ну, что себе? Поздравляю. Поздравляю. А я грешным делом подумал, что ты снова ко мне на работу пришла устраиваться. Да нет. Я на самом деле с таким теплом вспоминаю, как я здесь работала. Да, здорово. Как Лариса? Как Катя? Лариса умерла. Подожди, как? Да. Боже мой. Извини, пожалуйста. Я не знала. Ну, ничего. Скоро год уже. Рак. За месяц сгорел. Ничего не смогли сделать. А Катя вон она. Молчит. С дня похорон. С тех пор ни слова не сказала. Ничего не хочет. Никуда не ходит. Кружки забросила. Теща ее по психологам таскает, но, по-моему, толку никакого. Именно вся комната. Мамиными фотографиями закверена. Не знаю, что с ней делать. Тяжело, конечно. Бедная девочка. В таком возрасте мама лишится от… Ну, да. Соболезно. Спасибо. Спасибо тебе. Спасибо. Не помешал? А… Никита, это Олег. Ты же его помнишь? Мы здесь познакомились. А, ну да. Как же, конечно, помню. Поздравляю с годовщиной свадьбы. Ладно. Не буду мешать. Рад был повидаться. Приятного отдыха. Боже мой. Пошли. Куда? Пойдем, я сказал. А, девушка. Простите. Простите. Ты куда? Да что случилось-то? Это я тебе должен объяснять! А? Олег, я ничего не понимаю. Хватит дуру себя строить! Что вы встали уже? Олег, ты что с собой? Что у тебя с ним было? Да с кем? Хватит! Не надо на меня орать! Что у тебя было с тем мужиком, с которым ты обнималась? Это… Никита. И у меня с ним никогда ничего не было, потому что он мой бывший работодатель! Обнимала его, потому что у него жена умерла! И дочь без матери осталась! И дочь без матери осталась! А при том, она чувствует, что что-то не в порядке, что ты напряжен все время! У тебя на работе какие-то проблемы? Малыш, я просто дурак! Просто дурак, слышишь? Ну, прости меня, прости! Устала! Нам нужно куда-нибудь съездить! И мы обязательно поедем! Ну, посмотри! Я тебе клянусь! Слышишь? Клянусь! Такое больше никогда! Слышишь? Никогда не повторится! Прости! Не могу до тебя дозвониться! Угу! Телефон сломался! Ты что хотел бы? Разговор есть! До завтра не подождет! Нет, до завтра не подождет! Вик, привет! Нальешь чаечку нам? Давай, завтра налью! Да нет, давай сейчас! Олежа, что происходит? Богданов рвет и мечет! Он мне звонит, потому что тебе не может дозвониться! Ты что? Его кинуть решил? Я никого не собираюсь кидать! Я ему сказал отдам, значит отдам! Он тебе звонил сегодня! Ты его сбросил! Потому что он не в удачное время звонил! У меня проблемы на работе! Нас там бабки увели! Со счета компании! Много увели? Много! На мою век хватило! Что теперь будет? Полиция? Проследование? Да нет, какая полиция! Так, внутренняя служба охраны разбирается! Не хотят обнародовать! Ну, оно и понятно! Репутационная потеря, вся фигня! Ну, типа того! Так в гости-то пригласишь? Ну, раз ты напросился! Садись! Вика, спасибо большое! Это было замечательно! Настоящая чайная церемония! Перестань! Хватит! Заигрывай с моей женой! Серенький! Если бы я с ней не заигрывал, ты бы на ней не женился! Забыл? Вообще, я Вику первую видел! Потом с дуру тебя приволок! Помочь другу встретиться с девушкой! Про помочь ты мне ничего не говорила! Садись! Он меня притащил поглазеть на потрясающую официантку! Увели себя как два идиота! Я думала, что меня уволят! Ну, вообще-то мы этому кафе дневную выручку делали вдвоем! Вот это правда! Давай! Ладно, Олежа, пойдем договорим! Олег, я тебя прошу, реши вопрос с Богдановым! Он мне уже плеш провел, позвони ему! Ты при чем здесь? Потому что это я тебя с ним свел! Я уже, кстати, начинаю об этом жалеть! Да ладно, разберемся! Я на тебя надеюсь! Тогда ремонт-то сделаешь! У тебя какой-то маленький китай здесь! Маме об этом расскажи! Ну да! Вика! Спасибо! Пока! 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 Была рада видеться! Счастливо! Дверь захлопнет! Ну и? Чего он приходил? По работе! Мы с ним программу пишем вместе! Интересно, просто давно его не видела! Не знала, что вы общаетесь! Общаемся! Понял! Спать! Вика! Да забей твою в руку! Да в смысле? Забей, Аль! Почему она ко мне-то прикопалась, если полкурса эти курсачи несчастные не сдали? Я единственный, единственный, блин, раз за четыре года! Почему надо меня когда-то гнобить всю пару? Вика, ну... Ну ты сама виновата! В смысле виновата? Да в прямом! Когда Кукушкина говорит о том, что принесет курсовик на следующей неделе, у нее на лице скорбь земная! А ты съешь, как новогодняя елка! Это все ваш вчерашний загул! Вот Гавриловна и обзавидовалась! И я тоже! Вика, ты не хочешь нас обедом угостить, а? Вот ты халявщица! Я не угощу! Только сама не буду, что-то меня мутит с утра! Ты случайно не беременна? Ей! Да, ищи! Да, все будет! Ага! Давай! Олешка, наконец-то ты пришел! Я уже заждалась! Зачем шарики? А у нас праздник! Нет, малыш, не сегодня! Настроения нету! Олешка! Не-не-не! Пойдем, я тебе его подниму! Нет, малыш, малыш! Та-дам! Ты будешь папой! Ты чего, не рад, что ли? Малыш, нет! Нет, малыш, ты неправильно меня поняла! Я рад! Ты что, я очень рад! У меня просто на работе проблемы! Какие проблемы, Олег? Слушай, у нас там из утечки информации все-всех подозревают! Я даже думаю, что нужно искать новое место работы! Ты будешь увольняться? Саныча! Нет, не волнуйся! Не переживай! Переживай, я тебе обещаю, что у тебя и у нашего малыша всегда все будет самое лучшее! Ребенок! А вы не поторопились? В смысле? Мам, ты чего так разговариваешь, как будто мы по залету женились, а? У нас семья, между прочим, у нас будет ребенок. Ты не рада, нет? Нет, ну просто я подумала, что все эти пеленки, распашонки, ну-ка, а времени ли это сейчас? У Вики еще институт. Может, вы подождете годик-другой? Чего мы подождем, извините, когда ребенок уже есть? Подожди. Я не понимаю, вы что хотите, чтобы я аборт сделала? Ох, Боже мой! Малыш, 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 мама не это хотела сказать! Малыш, мама просто за учебу твою волнуется! В машине меня подожди! Я волнуюсь о том, что некоторые очень быстро устают от всех этих детских радостей и начинают искать другие интересные занятия. Мама, ты меня, конечно, сейчас прости, ну ты такую чушь споришь! Ну, да, это от неожиданности. Ну, конечно, я растерялась. Прости меня, я поздравляю тебя. Отец очень мечтал о внуках, он хотел оставить все свои дела, заниматься только ими. Я очень надеюсь, что вы станете такой же счастливой семьей, как мы с ним. У нас обязательно будет такая же счастливая семья, как у вас. В пятницу десять лет, как его нет. Ты помнишь? Конечно. Мы должны поехать на могилу и рассказать ему, что он мог бы сдать дедом, если бы нет проклятой аварии. Хорошо, я в пятницу заеду, получается, отвезу Вику в институт и приеду за тобой. И мы поедем к папе. Хорошо. 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 Ой, Олешка, овощи-то возьмите, это же витамины! Да не надо, мам! Олешка, ну я поеду с тобой. Ну… Нет, нет. Ну, Олег, ну почему? Ну, я… На кладбище беременным делать нечего. Пожалуйста, думай больше о себе. Но я же не всегда могу быть с тобой рядом. В каком-то смысле, ты теперь всегда рядом со мной. Ну, все, беги. Все, давай. Верния, Виктория, 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 В У нас сейчас как второй медовый месяц. Вообще, он младен, что он тебя не потащил с собой на кладбище. Это вообще... Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. В общем, я все прижусь. Алло. Виктория Борисовна? Да. Курениенка Олег Александрович является вашим мужем? Да. У Новореческой трассы произошел ДТП с автомашиной вашего мужа. Возник пожар. Обнаруженное тело нуждается в опознании. Вика, 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 что с тобой? Это в школу. Девчонки, молодец, она ничего не слышит. Да, кто в школу в школу? Девочки, она же беременна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Девчонки, молодец, она же беременна. Вика. 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 А? А? А, уже приехали. Спасибо. Вика, ты меня завтра отвезешь? Хорошо. Завтра в девять. Чего такое, не можешь? Работу надо? Да какая работа? Я же сам себе воз. И график сам составлю. Ладно. Спасибо тебе. Вика. Прости, я не могу не сказать. Это уже не совсем нормально. Что именно? Ты каждый день ездишь на кладбище. И что? Я езжу на могилу своего мужа. Да, но не обязательно делать это каждый день. Побереги себя. В конце концов, месяц уже прошел. Слушай, не надо меня завтра забирать. Я сама наберусь, ладно? Вика. Вика. Они теперь там вдвоем. А я одна. Я здесь. Эх, мальчики, мальчики. Не по-мужски вы поступили. Бросили меня. Олечка, родные мои. Ну, успокойся. У тебя давление поднимется. Ну, за что? Ну, за что мне? За что мне? Так, пойдем. Я чаю заварила, он с мятой. Где у тебя тонометр? Слушай, Наташа. Они же погибли в один день. В один день с разницей в десять лет. Это какое-то проклятие. Ой, ну какое проклятие. Что ты говоришь? Это совпадение. Страшное совпадение. Нет, нет, нет. Ты смотри, Наташа, там же все получается, как под копирку. Авария. И у Саши, у Олега сгорела машина. Они погибли в окне. Это дьявольское совпадение. Все, пойдем, пойдем, померяем давление. Не надо мне ничего мерять. Мне вообще уже ничего больше не надо. Может, я сегодня у тебя переночаю? Не знаю, как хочешь. Скажи, а что там твоя невестка? А что моя невестка? Она тебя навещает? Нет. Мне не надо, чтобы она меня навещала. Я и сама сказала, чтобы она вообще здесь больше не появлялась. Подожди, ты же говорил, она беременна. Она потеряла ребенка. И меня с ней ничего не связывает. Это вообще совершенно посторонний мне человек. Да, Ир. А ты где? Я дома. Серьезно? Серьезно. Мы полчаса стоим, звоним тебе в домофон у подъезда, и ты нам не открываешь. Слушай, я не хочу никого видеть. Давай, прекращай, пожалуйста. Открой нам дверь. Ир, я же сказала, я не хочу никого видеть. Викуль, мы с Иром очень волнуемся. Открой нам, пожалуйста. Ну, мы действительно очень переживаем. Алло, Вик. Отключилась. Давай еще раз набери ей. Вик, покушай. Да я не хочу. Если ты не хочешь, на кладбище каждый день торчишь. Ну, так нельзя. Из деканата приходили. Мы тебя отстаиваем, как можем. Но ты уже месяц не появляешься в институте. Тебя скоро отчислят. Вик, понимаешь, то, что произошло, уже не изменить. Я считаю, что ты должна вернуться в институт. И это абсолютно не интересно. Жизнь продолжается. Погода классная. Может, прогуляемся? Ир, у меня умер муж. Я потеряла ребенка. Может, мне еще праздник по этому поводу устроить? Целебный маникюр? Лечебный шоппинг? Что? Вот, слава богу, живая эмоция появилась. Да. Может, бутербродик? Я не хочу. А мы, кстати, у тебя, Натич, остаемся. Нет. И завтра вместе пойдем в институт. Нет. А у нас завтра эргономика, колористика. Общественное пространство. Да? Угу. Ты из-за меня не оттяжется? Нет. Ну, в смысле, куда можно сходить? Ну, а можно сходить? Давай себе какой-нибудь романтический фильм сходим. Хорошо, Алька, сегодня ты выбирай. Сейчас. Значит, ты предлагаешь, что... Тихо. Да, Миш. Привет. Я подъезжаю. Через пять минут выходи. Слушай, я сегодня не поеду. Прости, я должна была тебя раньше предупредить. Я просто была уверена, что ты больше не приедешь после этого разговора. Ну, я же обещал. Извини, пожалуйста. Да ничего. Ты сегодня что собираешься делать? В институт пойду. Ну, отлично. Давай я после института тебя подхвачу. Миш, не надо, правда. Не надо. Но... Я сама доберусь. Давай, пока. Это тот Миша, который был свидетелем на свадьбе? Да. Ну, он странный, конечно. Я чего-то не помню. А я его очень хорошо помню. Он чуть кольца обручали, но не потерял. Прикинь? А, я вспомнила. Такой лохмат. Да, 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 да. Я лишь хотела причесать передвиг сразу. У меня ничего не получилось. Вик, а что он хотел? Ну, что, что? Он меня на кладбище возил все эти дни. Сейчас он приехал. Так, может, он нас подвезет к институту? Зря, что ли, ехал? Девчонки, автобус пойдет. Аль. А что такого сказала? Не знаю, Оль. Я бы все время за городом жить не смогла. Мне в квартире жить привычнее. Вот этот дом Саша строил. Он мечтал жить в собственном доме. Душу в него вкладывал. Вот теперь я одна здесь буду куковать. Ну, может, тебе в квартиру переехать? Действительно. Дом слишком большой для одной. А к городе и я поближе буду. Сюда к тебе не наездишься. На электричке. В квартире, дорогая моя, сейчас Вика живет. Аня. А кто это? Может, это из похоронного бюро? А что нужно? Здрасте. Добрый день. Здравствуйте. Корниенко Ольга Николаевна? Да, это я. Тогда мы к вам. Пойдемте. Привет. Привет. Ну что, Кристинка, вытурил тебя Дубов? Никто меня ниоткуда не вытуривал. Я сама из этого дурацкого бюро ушла. Ну, конечно. Сама бабушке своей это расскажи. Бедный Дубов теперь от меня не ответит. Кукушкина тебе не светит. От Дубов из тебя рефераты вбивает под угрозу отчисления. Еще не хватало тебе за эту зарплату платить. Ну, ладно. Сама не лучше. О, Лиз, привет. Вик, а тебе работа сейчас совсем не помешает. Может, подойдешь к Дубову, попросишь? Конечно. На работе ты будешь думать о работе. Да. Ладно. Все сделаем, как договорились. Вадим Валентинович, здравствуйте. А, Корнеенко, здравствуйте. Я знаю ваше несчастье. Примите мои соболезнования. Спасибо. У вас ко мне какой-то вопрос? Да. Я слышала, у вас вакансия появилась. Я подумала, может быть, вы меня возьмете? Знаете что, я, пожалуй, возьму. Со следующей недели приступите? Да хоть сегодня. Сегодня. Ну, ладно. Сегодня так сегодня. Подержите. Это адрес. Спасибо. После занятий жду вас в бюро. В четырем успеете? Конечно. Да. Только без опозданий. Спасибо. Да-да, доченька, я еще на работе. Позже позвоню тебе. Прости, сейчас. Да-да-да, давай, пока, созвонимся. Вика, привет. Какими судьбами здесь? А я на работу иду. То есть, ты здесь работаешь? Ну, да. Сегодня первый день. Я тебя поздравляю. Спасибо. Прости, у тебя есть минута? Конечно. Когда мы виделись в последний раз, ну, вот в прошлом, помнишь? Когда вы с мужем приходили в кафе и потом еще так очень быстро ушли. Прости, я потом случайно слышал, как вы говорили на парковке. Мне было как-то жутко не по себе. Получается, вы из-за меня поссорились? Олег умер. Что, прости? Как это, как это возможно? Что, что произошло? Авария. Боже. Как у тебя в кафе дела? Расскажи. Да, в кафе все хорошо. Хорошо. Ну, я хочу там немного изменить обстановку. Собственно говоря, поэтому к Дубову приходил сюда. Тебе очень повезло с Дубовым. Он классный, да. Он мой преподаватель. Правда? Замечательно. Замечательно. Вика, ну что, ты заходи попрощаться со старым кафе, что ли? Только кто его знает, что с ним будет после переделки. Постараюсь. Спасибо. Ну ладно. Давай. Счастливо. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем могу помочь? Мне нужен Вадим Валентинович Дубов. Подождите, пожалуйста. Он пока занят. Подожду. Да? Корниенко, где вас носят? Вадим Валентинович, я у вас на ресепшене. Мне сказали подождать, я жду. Идите, идите. Чего вы ждете? Идите, идите. Что вы стоите? Илья, что происходит? Простите, Вадим Валентинович, я просто не думала, что… Думала, она не думала. Что стоит? Пошли, пошли, пошли. Ну что, вот теперь все в сборе, славно. Проходите. Спасибо. Знакомьтесь, ваша новая коллега Корниенко Виктория, Николай Петрович, Марина и Артем. Добрый день. Присаживайтесь. Еще одна ваша студентка? Да, студентка. Есть вопросы? Нет, я просто уточнил. Прекрасно. Итак, на повестке дня кафе «Ланка». Владелец сегодня отклонил очередной дизайн проекта. И я с ним согласен. Друзья мои, у меня в последнее время складывается ощущение, что вы стали делить проекты на важные и на так сойдет. Меня это вообще не устраивает. Вот что, я даю вам срок до конца недели. И если за этот срок не будет интересных предложений, попрощаемся. Все, совещание окончено. Возвращайтесь к работе. Добрый вечер, Ольга Николаевна. А, явилась, не запылилась. И где тебя носила? Посылки родственникам отправляла? Или все-таки у тебя хватило ума с проводником передать? Какие посылки? Вы о чем? Где рисунок? Да какой рисунок? Шагал! Стоял в паспарту! Скрипач! Вы имеете в виду скрипача? Так Олег же его вам отвез. Вот давай, вот давай. Теперь вали и все на Олега. А где ценные книги девятнадцатого века? Собрание сочинений? Вот здесь были, на этих полках! Подождите, я ничего не понимаю. Олег их собрал и вместе с рисунком отвез вам. Сказал, что вы просили привезти. Когда? Месяцев пять-шесть назад уже. Теперь все понятно. Просил денег на машину. Предлагал дом продать. А ты не хочешь в Москву перебраться? Зачем? Мне здесь очень хорошо. К нам поближе. Ты ж здесь одна. Так, там я не буду одна. Только что дышать всякой дрянью и гулять, разве что в балконе. Да почему? Мы купили бы тебе прекрасную квартиру в Зеленом районе. Дом бы продали. Что, ты на него тратишь огромные деньги на его содержание? Да это мои деньги. Я у тебя ни копейки не попросила, нет. Как у тебя вообще язык-то повернулся? Мам, ты знаешь, тут у тебя есть такая удивительная способность все переворачивать. Но я же хочу как лучше. Господи, полгода. Муж на глазах пропадал, а ты ничего не видела? В смысле? Олег опять начал играть! Вы что? Я... В азартные игры, деточка. Когда это началось? Боже мой, все началось сразу после той жуткой аварии, в которой погиб Саша. Опознание, экспертизы, бизнес, его мать слегла с инфарктом, ее похороны. Я вообще, я не понимаю, как я выжила тогда. Все было так вот. Как во сне? Как Олег начал играть? Я не знаю. Говорят, меня предупреждали. Я не помню. В доме стали пропадать деньги, вещи. Появились потом какие-то люди, потребовали часть бизнеса. Откупилась, приперла Олега к стенке, уговаривала лечиться. Согласился. Я несколько месяцев оплачивала его лечение, пока не выяснилось, что Олег все-таки продолжает играть. Никакие уговоры, угрозы, ничего не помогало. И вдруг Олег сам захотел лечиться. Потому что встретил тебя. Ну да, я как-то смирилась. И ты знаешь, что в какой-то степени даже была тебе благодарна. Ну, хотя продлилось-то это всего полгода. Олегу принадлежала треть моего дома. Он взял деньги в кредит. Под залог своей доли. А сегодня ко мне приходили коллекторы. И меня, очень может быть, выставят из моего дома. Дома, который построил мой муж. Какой ужас. А виновата в этом ты. Если б ты была хорошей женой, разве он вернулся бы к игре? Я ведь даже ничего не знала. Ну, как же можно жить с человеком и не видеть, что он гибнет у тебя на глазах? А вы мне почему ничего не сказали? Да почему я тебе должна что-то говорить? Я тебе вообще ничего не должна. Ты была с ним постоянно рядом. Ты ничего не замечала. А ты женила на себе моего мальчика. Да ты пылинки должна была с него сдувать. Видеть тебя не могу больше. Убирайся отсюда. Собирай вещи вон из моего дома. Алло, Иришка, привет. А вы дома? Значит, Олег был игорманом, и теперь еще его матери могут отжать дома. Ну, выходит так. Я вот тоже до конца понять не могу. Нет, я, конечно, понимаю, что в конфетно-букетном периоде можно хоть принца датского изображать. Мы в год прожили вместе. Значит, Ольга Николаевна права. Значит, я плохая жена. А почему Ольга Николаевна раньше молчала? Смотри. То есть ты приходишь в разгромленную квартиру. Ольга Николаевна обвиняет тебя в воровстве. Ты говоришь, что это Олег увез вещи. А Ольга Николаевна тут же заявляет, что Олег был игорманом, обвиняет тебя во всех грехах и выставляет из квартиры. О, подруга, походу тебя кинули. В смысле? Да, в прямом. Просто Ольга Николаевна не хочет с тобой делить наследство, которое тебе тоже принадлежит. Боже мой, это квартира ее и Олега. Она вообще ко мне никакого отношения не имеет. Да, но она все равно не имела права тебя из нее выставлять. Это любой суд подтвердит. Илья, да какой суд? У меня ни мужа, ни ребенка. Да, но ты тоже имеешь право на это наследство. Вик, а ты никаких странностей не замечала в поведении Олега? Да я не знаю, как эти игроманы выглядят. Какие должны быть крайности? Ну какие? Давайте в интернете посмотрим. Давай. Вставай. Игромания. Что к ней относится? Неряшливость? Проблема с гигиеной? Да он чистюля был. Ну, что это его доказать? Дальше. Бред какой-то. Так, воровство, кражи, кредиты, долги. Бездоказательные. Только со слов своей крови. Так, проблемы с психикой, неуравновешенность, с близкими… Да не было ничего такого. Он ревнивый был немножко. Нет, ну тут ничего про ревность нету. Ну вот, неуравновешенность. Но он же быстро успокаивался. Я думаю, что Ольга Николаевна просто не хочет делить с тобой квартиру. Вот и все. Да бог сниз этой квартиры уже, ну. Ты либо такая наивная совсем, либо просто дура. Жилье в Москве – это все. Закрыли этот разговор. Ну, закрыли так закрыли, как хочешь. Вик, подожди. Насчет игромании. Ну, давай поговорим с друзьями Олега. Они должны знать. Куда ты пизда 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 пизда? Открой! Подожди! На старости лет дома лишиться. Это страшно. Еще и продавать надо. Если срочно, разве дадут хорошие цены? Да я ничего не продаю. Я просто передаю дом в залог. Отдам деньги – они вернут мне дом. Пять миллионов, Оля. Откуда такие деньги вообще? Сколько Олежка взял? Да он взял-то немного – три миллиона. Это все эти кредиторы, кровописцы. Они дали ему этот кредит без моего согласия. Вот и начислили за это бешеные проценты два миллиона. И получилось пять. Ну, а где ты возьмешь столько? Ну, у меня есть сумма в банке. Да. А у меня четыре миллиона, а нужно-то пять. Но дом я не хочу продавать. Ну, и что теперь, тебе самой кредит брать? Наверное. А тебе дадут? Если устроиться на работу – дадут. Оля, ну какую работу? Тебе сколько лет? Кто тебя возьмет? Наташа, не карка, а? Я вообще не понимаю, зачем ты съезжаешь? Даже если дом в залоге, в нем все равно можно жить. Ну, потому что они поставили вот такое вот условие. Пока я не верну кредит, дом должен быть готов к продаже на случай, если я не смогу отдать им деньги. Это хорошо еще, что они согласились, чтобы вещи, вот, часть вещей здесь осталась. Азвольте, мадам. Нет, нет, нет. Этот стул, он остается здесь. Как скажете. Зачем? Я Олежке обещала, что этот стул останется в доме. Хорошо еще, что соседи тебе на своих складах место бесплатно для мебели выделили. Московскую квартиру все не втиснешь. Да, соседи у нас хорошие. Оля, может мне все-таки стол пока отдашь? Наташ, ну не смешите меня. Куда? Он у тебя в квартиру-то даже не влезет. И потом еще, не дай бог, поцарапаешь. Не-не, пусть на складе стоит. А на складе не поцарапают. Тяжело тебе придется к квартире привыкать. Невестка, наверное, уже хозяйка себя считает. А я ее выставила. Как выставила? Ну, вот так, выставила. А куда она пошла? Понятия не имеет. Зря ты так. Аккуратненько, да. Осторожно, ступенечки. Так, так, так. Оля. Аккуратней ставьте стол, пожалуйста. А, что? Мне скажи, вы с Олегом обыла в наследнике квартиры? А что? Потому что у невестки твоей, по закону, положена половина от доли Олега. Она наследница в первую очередь. Мой милый младой человек, пожалуйста, не надо руками вот это, не надо трогать. Ты знаешь, до вступления в наследство еще несколько месяцев я что-нибудь придумал. Жить с ней я точно не буду. А вот что ты придумаешь? Я не знаю. На кресло положите, пожалуйста. Вот что ты придумаешь? Ты же ее не убьешь? Господи. А если она в суд пойдет и потребует размен или стоимость положенной ей части? Ты вообще хочешь что, без жилья остаться? Наташ, ну не надо, мне и так страшно. Оля, будь похитрее. Надо, чтобы даже мысль не шевельнулась в суд пойти. Тебе надо все время держать ее на глазах. Где ты там, говоришь, представляться собираешься? В Варплее? Ну ты круто, батенька, да? Ну, 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 где проекты кафе? Политич, как договаривались, отправился вчера. Почему не все получил? А может быть потому, что я веду сразу несколько проектов и просто не успеваю физически, а? Артем. Я тебе перезвони, да. Вадим Валентинович, буквально пять минут и отправляю все. Пять минут. Виктория. Я выслала. Хорошо. Вадим Валентинович. Можно я сегодня пораньше выйду? Пожалуйста. Мне очень нужно. Хорошо. Идите. Спасибо. У нас что, получилось? В процессе. Здесь поправь. Прям по насыщенному страну. На сайте три отклика всего. Ну, там люди вообще без опыта. Один студент. Еще один в колл-центре работал. Еще есть женщина. Но она хочет зарплату в два раза больше. Да. Подвел нас, конечно, Степанов. Да. Уж мог бы хоть замену какую-то предложить, раз уволился одним днем. До свидания. Виктория. Скажите, у вас и знакомых никто работу не ищет? Просто нам офис-менеджер нужен. Только с опытом. Потому что учить некогда, да и некому. Я так не могу сразу сказать. Я поспрашиваю. Хорошо. Поспрашивайте. Значит, график там пять на два. Угу. Ну и зарплата сорок тысяч. Плюс премии. Да я поняла. Здравствуйте. Здрасьте. Хорошо. Спасибо. До свидания. Спасибо, Ален. Попробуй. Кофе здесь очень приличный. И вафли они сами пекут. Что насчет Олега? Вика. Олега уже нет. И был он и громаном или нет, разве сейчас это важно? Так значит, все-таки был, а я об этом ничего не знала. Когда Олег начинал за тобой ухаживать, я тебя отговаривал. Ты решила, что я ревную. Потому что ты ревновал. Отчасти да. Но не только. Я знал, что Олег играет. Просто потом он захотел измениться и ради ваших отношений вроде как завязал. Я сначала сам не поверил, потом проверил, он действительно перестал играть. Так что, по сути, ты знала Олега таким, каким он был. Выражаясь высокопарно, твоя любовь вернула его к жизни. Но потом-то он сорвался. Потому что это болезнь. Ты здесь совершенно ни при чем. Сиди минуту, я сейчас. Мишаня, я тебе звоню, ты не отвечаешь. Я к тебе домой, а у тебя дома нет. Ну дай, думаю, хоть в любимой кафешке поищу. Так вот же, интуиция-то не подвела. Ты что, от меня прячешься, что ли? Да перестань, чего мне прятаться. Пойдем на улицу, там стоит. Не-не-не, мы поговорим здесь и сейчас. Ты поговорил с семьей Корниенко? Пока нет, ты же знаешь обстоятельства. Да мне надоели твои отговорки. Это не отговорки, это факты. Ну смотри, я устану ждать, я ведь сам найду родственников Олега. Простите, пожалуйста. Вик, это не то. Подожди. Простите, о каком Олеге идет речь? Олег Корниенко. А и вы с ним были знакомы? Олег Корниенко – это мой муж. Ага. Мишаня, а я смотрю, у тебя тут свой интерес, да? Ну, на ловца, как говорится, и зверь бежит. Моя фамилия Богданов. Ваш покойный муж должен мне весьма крупную сумму денег. На. Не веришь на слух, читай. Давай, давай, вслух читай. Я Корниенко Олег Александрович. Обязываюсь вернуться. Четыреста пятьдесят тысяч. Бумажку можешь себе оставить, это копия. Как видишь, срок возврата денег давно истек. А вы друг Олега? С знакомой. И вы просто знакомому одалживаете такую сумму денег? Во-первых, под расписку. Во-вторых, Олег показал мне скриншот на большую сумму. Счет на имя его матери. Олег сказал, что это его деньги. Муж твой умер. Я тебя очень сочувствую. Но весь долг теперь на тебе. Учитывая ситуацию, могу подождать еще три дня. Через три дня привезешь всю сумму сюда. Иначе форма разговора поменяется. Э-э-э, не надо угрожать. Она поняла. Женя, ты чего героя-то разыгрываешь? Ты меня знаешь, один звонок и быстро к своему Олежке рядом ляжешь. А девчонка на лжок натуры отработает. Я не могу вернуть эту сумму через три дня. Вы понимаете, у меня нет этих денег. Я только устроилась на работу. Три дня. Все, пошли отсюда. Пойдем. Вик, успокойся, пожалуйста. Мы все решим. Да что мы решим? Да что мы вклад найдем и банк ограбим? Я все решу. Я тебе обещаю. Подожди, а почему ты должна выплачивать этот долг? Пускай мамаша его выплачивает. Нет. Пусть это будет моя расплата за то, что я не замечала его проблем. И откуда ты возьмешь столько денег? Заработаю. Не сразу, но заработаю. Если я правильно поняла, этот мужик ждать не хочет. Да? Миша сказал, что выплатит весь долг. Я ему буду, естественно, отдавать. Ну, постепенно, естественно. Щедрое предложение. То есть, ты просто сменила кредитора. Это бред какой-то. Да нет. Ну, Миша, ты готов ведь ждать. И что он за это хочет? Ничего. Что там, Дим, это не очень верится на тебе? Я говорю, он какой-то странный. Благородный мужчина, помогающий женщине безвозмездно. Ну… Окей. Надо же думать о чем-то хорошем. Пойдем спать. Утро вечера мудренее. Да мне еще работать надо. Деньги-то сами себя не заработают. Хорошо. Спокойной ночи. Спокойной. Спокойной ночи. Здрасте. Здрасте. Ну, нашли. Молодцы какие. Вот. Ну что, может в ресторан отметим? Нам некогда, извините. Ну, жаль. До свидания. Прощайте. Миша, стой. Держи. Это моя расписка. Ты что, с ума сошла? Я не возьму. Миша, это не обсуждается. Перестань, это будет правильно. Ну, что вы там правильного? Я же помочь хотел. Пожалуйста, не спорься. Да нет, я не возьму. Перестань. Да, Ольга Николаевна. Здравствуй, Вика. Можешь ко мне приехать? Мне нужно с тобой поговорить. Приехать? Когда? Ну, прямо сейчас. Да, могу. Жду тебя. Прости. Ты чего? Куда ты собралась? Спасибо тебе большое. Я побегу. Так давай я тебя подвезу. Да прекрати. Подвезу. Садись. Не хочу ничего слушать. Виша, пожалуйста. Пожалуйста. Садись. Ты видишь, как получилось. Мой дом заложен. Так что я теперь буду жить здесь. Хорошо, что вам есть. Где жить, Ольга Николаевна? Да. Ну, садись. 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 Ой, что-то у меня к чаю ничего нет. Может варенье, а? Нет. Я хотела перед тобой извиниться. Ольга Николаевна… Нет, нет. Дай мне договорить. Я, конечно же, не должна была говорить то, что я сказала. Это был шок. Я просто вылила на тебя гнев. Ну… Ты всегда была доброй девочкой и… Я не должна была тебя выгонять. Ну… Я понимаю, что жизнь со свекровью – это небольшая радость, но… Может, ты вернешься? Не отказывайся сразу. Все-таки, ну, как-никак, мы уже родственники. Подумай. Делить нам уже нечего. Ольга Николаевна, нам действительно нечего делить, но… Вы не переживайте. Я у девочек на квартире устроилась там. Все в порядке. Вика… Пожалуйста. Мне тяжело оставаться здесь одной. Значит, у нас есть бригада строителей. За качество выполненных работ, конечно, я отвечаю. Но, в принципе, вы можете нанять и своих. Тут решение за вами. Ну, отлично. Я подумаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Здравствуй, здравствуй, Виктория. Вот знакомься, это наш заказчик. Никита. Владелец кафе «Ланка». Да, мы знакомы. Привет. Привет. Я там официанткой работаю. А, ладно. Ну, да, мир тесен. Не то слово. В общем, сработаемся. Рад встрече. Я тоже. Всего доброго. До свидания. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. А чего вы все такие счастливые? Неужели проект приняли? Принято. А кто получил заказ? Артем, простите, не вы. Да ладно. Николай Петрович? Марина, тут ошиблась. Виктория. Как? Так. Вот такие у меня ученики. Это что? Работа на складе. Спасибо. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Привет. Ну, ты куда столько накупила-то? Мы же договорились экономить. Я без работы, ты только устроилась. Вы чего так шиковать? О, накупила на целый пол. Яйца купила. Завтра куплю. А вы работу ищите? Да пытаюсь. Ну, везде. Возрослые ограничения. Ну, свой бизнес уже не открыть. А вы знаете, у нас офис-менеджер увольняется. Может быть, я смогу поговорить. Офис-менеджер? Да. Это что, завхоз, что ли? Ну, это… Ты предлагаешь мне завхозом поработать? Зато платить нормально. Ой. Еще предложи уборщице, а? Хотя, знаешь что? Ну, пусти. Вообще-то, в моем возрасте уже не до капризов. Правильно? Ты поговори со своим руководителем. Может, не зайдет, не откажет. Хорошо. Слушай, ну это здорово. Вик, ты просто молодец. Мне все очень нравится. Правда? Да, да. Никит, я просто подумала. Я столько километров в свое время по этому пространству намотала. Что, мне кажется, я знаю, как сделать его лучше. Да я уверен, никто не сделает это лучше тебя. Спасибо. Здорово. О, вот и Катерина. Кать, иди поздоровайся. Смотри, кто пришел. Привет. Вот, а Галина Борисовна, это наш дизайнер Виктория. Узнаете ее? Здравствуйте, Галина Борисовна. Извините, нет. Я здесь официанткой работала. Ладно, Вика, не будем отвлекать тебя от работы. Руслана, что с поставками? Звонили, нет? Никитушка! Да. Прости, я что-то не поняла. Кать! Кать! Я Вика, помнишь меня? Я буду оформлять кафе? Может быть, у тебя есть какие-то предпочтения? Хочешь с теми другого цвета? Ладно. Ну, почему ремонтом нашего кафе будет заниматься бывшая официантка? Одна поправочка. Она будет заниматься не ремонтом, а дизайном. У меня без разницы. Почему именно она? И еще, она не официантка. Она заканчивает институт как дизайнер. А, так она еще и не доучка. Галина Борисовна, позвольте мне со мной решать, кто и чем здесь будет заниматься. Хорошо? Что ж такое? Никита! Вы тут со своей молодой студенткой решили почему-то все переделать. Хотя Ларочка каждую деталечку продумывала. Послушайте, Алин Борисовна, я вас очень хорошо понимаю, правда. Ну, памятник Ларисе стоит на кладбище, а здесь действующее кафе. Естественно, потому что от времени от времени надо что-то менять. Нужно делать ремонт, нужно обновлять интерьер, ну и все прочее. И студенточка здесь ни при чем. Извините, пожалуйста. Муслан, сделай кофе, пожалуйста. Муслан, сделай кофе, пожалуйста. Сейчас. Ты не обращай внимания. Катя сейчас всех так игнорирует. Я не знаю, что с ней делать. По-моему, это к тебе. Привет. Привет. А ты что здесь делаешь? Да вот решил тебя встретить, подвезти. А как ты узнал, что я здесь? Ладно, я пойду. До завтра. До завтра, Никита. Это тебе. Зачем? Ну, как зачем? Красиво. Миша. Спасибо, конечно, но мне домой надо ехать. Так я тебя подвезу. Отказы не принимаются. Во-первых, у тебя был долгий день, ты устал. Во-вторых, у тебя тяжелый букет. В-третьих, нам все равно по пути. Так что карета подана. Принц, пардон, возница на месте. Прошу. Ну, господи, ну, что ж ты такое? Ну, почему-то? О, боже мой. Ольга Николаевна, что случилось? Ольга Николаевна. Ольга Николаевна. Ольга Николаевна. Все. Все украли. Ольга Николаевна. Деньги? У меня нет больше денег. Значит, дома нет. У меня ничего больше нет. А… Я не ищу. Продолжение следует... Вот, пожалуйста, история ваших банковских операций. Вы сняли с одного счёта и перевели на другой. Я ничего не переводила. У меня нет никакого другого счёта. Это подтверждено документально. Вот. Счёт списания и счёт зачисления. Кто получатель? Там написано. Счёт действительно оформлен на вас. Получатель Ольга Николаевна Корниенко. Я же говорю, у меня нет никакого другого счёта. К этому счёту привязана карта. У меня одна карта. Ольга Николаевна, смотрите, с вашего счёта на другой счёт переведено 4 миллиона рублей и снято через банкомат. Как можно снять такую сумму через банкомат? Вот, 4 миллиона. Вот через такую прорезь. Можно снять с разных банкоматов несколько приёмов. Я не понимаю, как это может быть. Но я этого не делала. Кто это сделал? Может быть, у кого-то есть доступ к вашему счёту? Никто не имел доступа ни к моему счёту, ни к моей карте. Пин-коды своей карты я никому не сообщала. Я совершенно уверена, что я не открывала второго счёта. Ни в вашем банке, ни в каком-либо... Ольга Николаевна, ни в каком-либо другом. И деньги украдены с моего единственного счёта в вашем банке. Их нужно найти и вернуть. Я вам очень сочувствую, но это не в нашей компетенции. Этим занимаются правоохранительные органы. Вам нужно обратиться в полицию. Так, так, так. В общем, с деньгами можно попрощаться. С домом тоже. Мне нужна работа. Просто кровь из носа. А вот там вот, где ты работаешь, там ещё нужен офис-менеджер? Ты поговори с начальником обо мне, ладно? Я поговорю. Нет, только ты обязательно поговори. Ничего, ничего. Ты работаешь, я тоже буду работать. Ничего, не будем киснуть, да? Ничего, выкрутимся, проживём. Да? Нет, ну ты только не говори, что ты опять к девочкам вернёшься. Ольга Николаевна, я не об этом. Я не знала, как вам сказать. Что? Я ещё должна отдать долг Мише. Какому Мише? Мишке? А ты-то когда успела задолжать? Он выплатил долг Олега. Ещё один долг? Сколько? 450 тысяч. Привет. Привет. Проходи. Миша, ты на букетах разоришься, честное слово. Иди, коль ты не переживай, я хорошо зарабатываю. К чаю. Спасибо. Раздевайся, пока я чай поставлю. Здравствуй, Миша. Что, дождик на улице? Здравствуйте, Ольга Николаевна. А это вот вам. Проходи, садись. Олег сказал, что хочет купить новую квартиру. Что вы планируете ребенка и нужно больше места. Но я ему, конечно, денег не дал. Ну, мне-то ты дал. Вик, я не дурак, чтобы давать денег Игроману. Пусть и бывшему. Тогда он попросил свести его с Богдановым. И ты свел? Да, Ольга Николаевна, свел. Олег достаточно взрослый человек, чтобы нести ответственность за свои поступки. Миша, он мог еще кому-то задолжать? Ну, если он действительно снова начал играть, то вполне, да. Но ты не знаешь точно? Точно не знаю. Я знаю только, что у него были проблемы на работе. Что? Нет, ну, мне он об этом не рассказывал. Ольга Николаевна, ну, естественно, он не хотел вас волновать. Там какая-то утечка информации. Его подозревали. Утечка информации? Олег так это сформулировал? Ну, да. Нет, утечка-то была. Только не информации. Со счета компании украли крупную сумму денег. Что? Что, Олега подозревали в краже этих денег? В том числе. Руководство не стало обращаться в полицию и решило провести расследование силами собственной службы безопасности. Но Олег глава IT-отдела. Он в любом случае под подозрением. У меня со счета тоже пропали деньги. Я вам сочувствую. А когда это произошло? Обнаружила я вчера. Вы позволите мне взглянуть на операции по счету? Да мне в банке уже все показали. Что ты там хочешь увидеть? Ольга Николаевна, пусть посмотрит. Но денег все равно уже нет. Ладно, смотрите. Спасибо. Ольга Николаевна, взгляните. Что? Судя по всему, Ольга Николаевна, деньги. Были переведены с вашего компьютера. С моего? Да. Но этого не может быть. Тем не менее. Перевод осуществлен неделю назад. Миша, у Олега на работе были враги? Я, честно говоря, понятия не имею. Мы мало общались в последнее время. Ты не в курсе, Вик? Ольга Николаевна, я вам уже на этот вопрос отвечала. Мы не общались на эти темы. Ну а почему у него должны быть враги вообще? Олег занимал должность руководителя отдела. В успешной фирме. С очень хорошей зарплатой. Но он мог кого-то выгнать. И тот мог затаить обиду. Или кто-то позавидовал ему, его положению в компании. И этот кто-то, он же мог узнать о зависимости Олега. О его игромании. И он мог подставить Олега. Повесив на него кражу этих денег. И послушайте, вы знаете, что мне еще сейчас пришло в голову? Олег же был не один компьютерщик на фирме. Значит, кто-то из его подчиненных украл эти деньги. Подставил Олега. И убил его, чтобы мой мальчик не мог оправдаться. Убил Ольга Николаевна. Это была авария. Господи, да аварию можно подстроить. И этот же самый хакер. Он украл деньги с моего счета. Он же ведь легко мог это сделать. Правда, Миша? В общем, в общем, да, мог. Но, Ольга Николаевна, зачем? Если он украл деньги компании, зачем ему красть еще и вас? Ваши четыре миллиона, ну, это капля в море. Жадность, Миша. Обычная человеческая жадность. Желание отомстить. Миш, а мы можем узнать, с кем Олег разговаривал перед смертью? Можем. Нужна детализация звонков. Хочешь, я сделаю запрос. Спасибо. Не верю я ей. То выгоняет, то обратно зовет. Люди, конечно, не меняются, Ирка. Но вдруг новое исключение. Какие исключения? Она была стервой, а тут вдруг раскаялась и стала белой пушистой? Она сына потеряла, Ир. Я согласна с Иркой. После такого люди меняются. Ну, если вдруг твоя сыр кровь снова превратится в тыкву, мы тебя ждем. Мы-то тебя точно не выгоним. Спасибо, девчонки. Вы идите, я сейчас. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте, Корниенко. Что-то случилось в кафе? Нет, 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 вчера была там, все в порядке. Да, отлично. Здрасте. Вадим Валентинович, это не в моих правилах, и если бы не было крайней необходимости, я бы, я бы никогда не... Подождите, Виктория, давайте ближе к делу, хорошо? Я прошу вас взять на работу мою свою кровь. Свою кровь? У нее сейчас очень тяжелое финансовое положение. Ну, и какую работу, по-вашему, она может выполнять у нас в бюро? Ну, вот вы говорили, нужен офис-менеджер. Да, нужен. Сколько ей лет? Шестьдесят. Сколько? Надик Валентинович, вы себе не представляете, какая ты энергичная женщина. Она деловая, у нее есть опыт управления людьми. Здрасте. Вот вы говорили про правила. Здрасте. 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 Так вот, не в моих правилах принимает на работу парусеньков-подчиненных. Да, я понимаю. Почему нет? Ну, давайте попробуем. Пусть приходит сегодня в бюро. Спасибо вам большое. Нет, нет, нет. Меня не надо пока ни о чем и ни за что благодарить. Пойдемте. Только попробуем. Ну, конечно. Хорошо. Катюша, можно? А это что у тебя такое черное? Солнышко. Можно? Смотри. Ты свое солнышко штрихуешь по краю. И оно получается плоское. А если? Давай возьмем оранжевый. Никита, я все понимаю. Но если твоя теща снова придет ко мне на кухню, дальше готовить будет она. Дима, я понял, я поговорю с ней. А что здесь происходит? Я объясняю Катюше некоторые нюансы. Вы педагог? Нет, но я могу и... Вот и занимайтесь своими прямыми обязанностями. Будьте добры. Извините. Ну, что ж, пока беру вас на испытательный срок. На месяц. Он оплачиваемый? Да. Но без премии. У нас такие правила. Мне нравится, когда в компании есть правила. Отлично. По окончании испытательного срока приму решение. Ну, либо брать вас на работу, либо, простите, отказать. Ясно. Благодарю. Ну, пока не за что. Ну, почему же. За предоставленный шанс. Здравствуйте. Здрасте. Совсем сухой. Будьте добры, мне нужен блокнот и ручка. Вы услышали мою просьбу? Услышала. Только с какой статьи я должна ее выполнять? Вы кто? Я ваш новый офис-менеджер. Меня зовут Ольга Николаевна. Теперь вы можете выполнить мою просьбу? Теперь могу. Спасибо. Вы б стойку протерли бы. Вы знаете, вечером придет уборщица, вы можете с ней обсудить всю чистоту. Обязательно обслужу. Просто о своем рабочем месте можно и со мной позаботиться. Ну, я бы больше сын не нанималась. Ну, я здесь порядочек-то наведу. Руслан, сколько раз я могу говорить? Ну, не стадь ты, яблочный стойк, Владимир. Катюша может простудиться. Катя не любит яблочный сок. Значит так, я лучше знаю, что любит моя внучка. Галина Борисовна, мне надо с вами поговорить. Я хотела Кате сок отнести. Ничего, Руслан отнесет. Послушайте, послушайте, Галина Борисовна, сколько раз я вас просил, не заходить в рабочую зону. Никита, я хотела просто принести сок внучке. Ну, представьте, у вас дома кто-то полезет к вам в холодильник. Да, но хозяйка имеет право. Да, но вы не хозяйка, простите, вы теща хозяина. Поэтому будьте добры, в следующий раз обращайтесь к персоналу, ладно? И еще я хотел вам сказать, Катя, мне не нравится, что вы не даете Кате общаться с... Это я не даю Кате общаться? Да я наоборот говорю, Катюша, пообщайся с дистишками. Не с детишками. Вы сегодня прогнали Вику. Катя должна общаться со своими сверстниками. Послушайте, Кате, с ней было интересно. Это тебе Катя сама об этом сказала? Я знаю своего ребенка. Я делаю все, как велел психолог. И не надо меня обвинять. А никто вас ни в чем не обвиняет. Извините. Знаешь, Никита, если бы Ларочка была жива, ты бы со мной так не разговаривал. Постыдился бы. Простите. Пожалуйста. Я что-то не так сделала? Да нет, нет, все хорошо. Это она на меня обижается. Я на сегодня закончила. До завтра. Хорошо. Вик, проси, пожалуйста. Я хотел попросить. Да? Не могла бы ты, если не сложно, все-таки продолжить общаться с Катей? Ну, может, там, позаниматься с ней рисованием? Да без проблем. Конечно. Спасибо. Потому что, понимаешь, в чем дело? Она после смерти мамы никому никогда не показывала свои рисунки. Ты, ты можешь сказать первое. Ну, может быть, она чувствует, что я тоже близкого человека потеряла. Видимо, да. Хорошо. Конечно. Спасибо. Давай. До завтра. Давай. До завтра. Алло, Иришка, привет. А вы с Алькой дома сегодня, да? Слушайте, может, погулять сходим? Алька. Хорошо. Да. Я уже выезжаю. Все. Вадим Валентинович, у нас проблема с оссор. Придется всех отправлять в туалет директора. Секунду, я вам перезвоню. Хорошо. Ну, просто повесьте объявление и все. А, вот еще. Я заметила много мелких неполадок. Ну, вызывать мастеров из управляющей компании долго, дорого. Я не понимаю. Вы чего от меня-то хотите? Ну, у нас же есть свои мастера. Есть. Хорошо. Решите эту проблему с прорабом рабочей бригады. У него сейчас совещание закончится. Зовут его Анатолий Васильевич. А что ты делаешь, Вик? Я оформляю кафе, в котором я работала, и в котором мы с Олегом познакомились. Ну, ничего себе. Обалдеть. Повороты судьбы. Кстати, у владельца тоже жена умерла год назад. Боже, а что случилось? Рак. А дочка их после этого разговаривать перестала. Ну, конечно, пережить смерть матери. Это тяжелое испытание. Слушайте, а может мы ее с собой возьмем, а? Точно. Да ей, ей будет с нами неинтересно. А, ну, точнее нам с ней. Да давайте попробуем просто. Ну, хорошо. Давайте сделаем доброе дело. Куда мы поведем этого неразговорчивого ребенка? Ну, как куда? Самое простое. В торговец. Вик, ты куда? Ты чего здесь делаешь? Ого, и тебе привет. Телефон зашел поменять. Прости, пожалуйста. Ты в порядке? Мне постоянно кажется, что за мной кто-то следит. Ну, во всяком случае, это точно не я. Вик, это тот Михаил, который был свидетелем на свадьбе? Да. Здравствуй, Миша. Здрасте. Вик, можно тебя на минуту? Раз мы все равно встретились. Это детализация звонков Олега. Ты просила. Ох, спасибо тебе большое. Не буду вас отвлекать. Пойду. Пока. Держите, девочки. Слушай, а он действительно за тобой следил. Он вообще какой-то странный, знаешь, и нормально не поздоровался, и не попрощался. Но мне, кстати, такие нравятся. Не, мне такие не нравятся. Тихушки. Ну, каждому свое. Вик, 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 а отдашь его номер телефона? Ага. И что, ты ему сама позвонишь? Ну, не знаю. Время покажет. Я не понимаю, что значит не ваша проблема. Вы работаете в нашем архитектурном бюро. Значит, вы должны, здравствуйте. Здравствуйте. Привезти офис в порядок. Послушайте, голубушка. Я не голубушка. Меня зовут Ольга Николаевна. Хорошо, Ольга Николаевна. Позвоните в единую диспетчерскую и вызовите дежурного сантехника. В чем проблема-то, Эльвёрочка? Анатолий Васильевич, пусть не сядьте, пожалуйста. Слушайте, а вам не стыдно, а? Ваш что, рук нет? Ну, почему мы должны вызывать людей со стороны? Почему я должен людей с работы снимать? Мои бригады на объектах. Где? Вот интересно, а каким образом ваши бригады-то на объектах? Люди сначала приходят сюда. И какое же мнение у них будет о нас? Ведь офис – это наше с вами лицо, а у нас туалет засорен. Спасибо. Понятно. Хорошо. Сюда? Угощайтесь. Вызову вам сантехника. Завтра. Сегодня. Ладно. Кстати, перегоревшие лампочки нужно поменять в переговорной и в комнате дизомеров. А стены не нужно покрасить, нет? Можешь меня поздравить. Так. Твой Дубов взял меня на работу. Вот поздравляю. Нет, ну пока, конечно, на испытательный срок, но он возьмет меня в штат. Я тебя уверяю. Я не сомневалась. Ольга Николаевна, вот распечатка звонков Олега Миша привез. Так, 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 так. Ну-ка, а последний звонок на этот номер Мишин? У меня нет такого номера. Вот он еще. Вот. Может, коллеге или начальнику. Сейчас узнаю. Алло. Здравствуйте. Меня зовут Виктория Корниенко. Я бы хотела с вами встретиться. Странно. Это бюро судебно-медицинская экспертиза здесь была на опознание Саши. Вы Виктория? Да, я жена Олега. Я понял. Ольга Николаевна, вы меня не узнаете? Я одноклассник Олега Иван. Ваня Горелов. Честно говоря, я не помню. Простите. Ничего, ничего. Я в курсе трагедии. Примите мои соболезнования. Спасибо. Скажите, Ваня, вы здесь работаете? Да, я судмедэксперт. Могу чем-то помочь? Вы понимаете, за несколько дней до аварии Олег вам часто звонил. Откуда у вас такая информация? А почему он вам звонил? Ну, мы с Олегом дружили в школе. Особенно в одиннадцатом классе. Потом стали как-то меньше общаться. Я даже не знаю почему. Жизнь что-нибудь раскидала. А месяца два назад встретились. Поговорили-то хорошо. Стали перезваниваться. А почему спрашивать? Это же обычное дело. Одноклассники созваниваются. Ну, да. Скажите, Иван, Олег у вас денег не одалжил? Да ну, какие деньги у госслужащего? Попроси он меня об этом. Я бы ему в лицо размеялся. Однако часы у вас не дешевые. Это подарок любимой женщины. Ну, судя по всему, ваша любимая женщина неплохо зарабатывает. Вы меня извините. Мне работать пора. До свидания. Я считаю, что Олега убили. С чего вы это взяли? У вас есть какие-то доказательства? Нет. У нас нет доказательств. Я понимаю, вам тяжело смириться с гибелью близкого человека. Примите еще раз мои соболезнования. До свидания. Тебе не кажется, что он сбежал? Вначале он разговаривал спокойно. А как только я заговорила про убийство, он как-то весь, так, знаешь, напрягся. Такой ежик от волки выпустил. И, знаешь, рубленными фразами сказал, вот как отрезал. Все действительно как-то странно. Олега нет. Тебя лишили дома и денег. Ну, за дом-то мне часть денег верунут. Отлично. И понесешь ты их куда? Куда? В московскую квартиру. К невестке своей. Вика здесь ни при чем. Нет, тогда она сразу бы стала меня от мысли про убийство отводить. Ну, зачем им мои подозрения? А затем, что когда тебя найдут мертвый, на всех углах кричать, что тебя убийца Олега прибил. А они ни при чем, они сами убийцу искали. Нет, Натуш, ну все, заканчивай уже свои детективы читать. Мое дело предупредить. Убийство Олега, ну ты вряд ли докажешь. А вот с невесткой я бы на твоем месте была бы остарушкой. Слушай, у меня уж перерыв-то заканчивается. На работу опаздываю. Пока. Оля, ты же хотела ко мне на чай зайти. Ну, а зачем я тортик купила? Да ты тортик без меня прекрасно съешь. Ну, мне нельзя опаздывать. Наташа, у меня испытательный срок. Давай, пока, до встречи. Вот смотри, видишь, здесь получается, что здесь у нас 10 метров, это длина. Длина 10 метров, это 20 метров, это каталог. То есть, вот это примерно, примерно где-то вот там. Да? Да. Сейчас, секунду. Угу. А, извините, можно вас? Да, конечно. Смотрите вы, у нас получается 2,50, это потолок. И фазы все проверьте, ну, как мы с вами договаривались. Спасибо. Так. Ну, в общем, я предлагаю, значит, меню на вывеску, ну и на пенку в кофе. Здорово. Мне очень нравится. Элегантно, просто, талантливо. И потом вырисовывается какой-то образ семейного кафе. Оси Таланкева, только надо будет еще с художником договориться о передаче авторских прав. Ну, да. Ну, так почему вы сразу не договорились? Теперь он цену заломит. Я не думаю, что он заломит. Так, Вика, свяжись с ним, договорись со встречи, ладно? А, Никита, можно тебе? Да, конечно. Простите. Что? Катюш, папа хотел узнать насчет авторских прав на твой логотип. Большую цену заломишь? То есть, Катюш, это что, твоя работа? Потрясающе. Потрясающе. Ты молодчина. Вика, вот ты где. Ну, ты чего? Устала? Нет. Я дышалась просто. Это. Проветриться надо. Могу устроить? Нет, Никита, я не могу. Мне в бюро еще надо ехать. В каком смысле в бюро? Ты же здесь, на объекте работаешь. Ну, я и здесь, и там. Так, нет. По-моему, это какая-то эксплуатация. Сейчас, минутку. Чего это? Сейчас, сейчас. Алло, Вадим Валентинович. День добрый. Тут у меня одна ваша сотрудница, на ногах едва держится. Виктория Корнеенко. Нет, нет. Нет, да бог с вами. Нет, не пила, конечно. Нет, ну, просто от усталости. А еще только середина дня. Я к тому, что, может, надо как-то отпустить пораньше девушку? Давайте она к вам сегодня в бюро не поедет, а здесь, на объекте останется. Да он тебя, по-моему, и не ждал. Так что ты свободна, как ветер. Спасибо. Предложение в силе. Прокатимся. Прошу. Почему мы сюда приехали? Ну, это сюрприз. У меня день рождения еще не скоро. Я думаю, что у себя и близких надо радовать гораздо чаще, чем раз в год. Так, Никита. Мне это не нравится. Это похоже на какое-то свидание. Ты как хочешь это называй, Вик. Я просто знал, что ты откажешься, поэтому не сказал сразу, куда мы едем. Ну, теперь-то тебе деваться некуда. Мне это не нравится. Отвези меня домой. Смотри туда. А вот это тебе нравится? Давай. Вот это другое дело. Никита. Никита. А ты часто вспоминаешь о Ларисе? Да, часто, конечно. Но раньше это были болезненные воспоминания, а сейчас скорее даже светлые. Но у нас было много хорошего. А сколько времени прошло, прежде чем, ну, перестала болеть? Да, сложно сказать. Ты знаешь, меня Катюшка здорово выручает. Я же не могу себе позволить быть депрессивным отцом. Приходится ее как-то отвлекать. Заодно и сам отвлекаюсь. Ты не голодна? Там у нас есть кое-что? Никита, не надо. Не надо сегодня или не надо вообще никогда? Никита, я очень сильно любила Олега. И не знаю, смогу ли когда-то еще кого-то так полюбить. Понимаешь? Понятно. Надеюсь, ты когда-нибудь будешь готова. Да, Галина Борисовна. Ну, здравствуй, здравствуй. Где ты? Да, решил на природу выбраться, продышаться немного. Ты слышала, Катя? Катюш, доченька, привет. А почему ты плачешь? Что с тобой? Я пообещала Кате, что мы сегодня пойдем в театр. Все вместе. Я и билеты купила. Сегодня? Галина Борисовна, ну? Ну, прости, я предупредила тебя о своих планах. Но ты меня тоже не предупредил о своих. Ну да, как-то неудобно получилось. Катюш, доченька, послушай меня. Не расстраивайся, пожалуйста. Мы с тобой обязательно сходим. На мюзикл. Помнишь, мы с тобой анонс видели? Или в цирк. Куда захочешь. Да, Никита. Не ожидала я тебя этого. Пойду успокаивать твою дочь. Поехать домой. Хорошо. Угу. Хорошо. Ой, льет как кошмар. Да не говорите. Вы знаете мой что, лучший дил-то? Что? Ну, сын. Тёма. А? А он же взял эти, дрова. Дрова взял? Ну, для мангала. А. А Полинюш-то не закрыл. Мог же закрыть, правда? Ну, конечно. По барабану всё. По барабану. Мой такой же был. Да. И всё промокло. Ой, кошмар. Добрый вечер. И снова здравствуйте. А это Никита. Наш заказчик. Угу. Ну, он меня просто проводил. Да. Ну, спасибо вам большое. Я, пожалуй, пойду. До свидания. До свидания. До свидания. Я тоже пойду. Пока. До свидания. Пока. До свидания, Вика. Так. Анатолий. Никита. Можно просто Толя? Пусть приятны. Берема. Катюша в третьем. Справляется замечательно, правда, Катя? Я обожаю машину водить. Вот так. А саму машину ты где возьмёшь? Да стипендий подкопит. Давай, дерзай. Ага. Будешь ещё нас водить. Справляется. Спасибо. Продолжение следует. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Я... Тихо, тихо, тихо... Вот бояться меня не надо... Я... Малыш, ты чего? Смотри, дай руки, дай... Я живой? Ты не представляешь. Это было настоящей мукой. Каждый день тебя видеть. И знать, что я не могу подойти. Тихо, тихо, тихо... Тихо, тихо, тихо... Кого мы тогда похоронили? Это не важно. Важно, что сейчас здесь я абсолютно живой. Тихо, тихо, тихо... Ой... Извините. Так... А... 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 Где ты был? Что случилось? Мне надо было исчезнуть. Так ты сама все устроил? Когда-нибудь, если ты захочешь, я тебе все подробно расскажу. А сейчас это абсолютно не важно. Не важно? Я ребенка потеряла, это не важно? Мать твоя, сын единственного похоронила, это тоже не важно? Успокойся! Зачем ты это сделал? Ради нас. Ради нас? Конечно. Неужели ты думала, что я могу тебя оставить? Я ничего не понимаю. Объясни мне. Ты хоть рада меня видеть? Я каждый день ходила на кладбище. Я знаю. Тебя Мишка возил. Я видел. Ага. Теперь все будет хорошо. Мы с тобой уедем. Куда? За границу. Я никуда с тобой не поеду, пока ты мне не объяснишь, что происходит. Спасибо. Ага. Но больше всего я боюсь ночи. Да ладно. Днем, конечно, я как-то отвлекаюсь. Я так рада, что у меня есть теперь работа. А вот ночью вожусь спать. Темно, тихо. И я наедине со своими мыслями, воспоминаниями. Это… Это ужасно. Да. Больно. Ты знаешь, мне кажется, эта боль вообще никогда не пройдет. Да я вообще не представляю. Как ты все это пережила? Да не надо тебе этого представлять, не дай Бог. А вот Вика об Олеге уже не вспоминает. А с чего ты взяла? Ну, она перестала о нем говорить. Заставку на телефоне поменяла. Там раньше была их свадебная фотография. А сейчас там, ну, я не знаю, билиберда какая-то. Мужики вокруг вьются. Не, ну, это как раз понятно. Вика-то красивая девчонка. А то, что она забудет, я не думаю. Нет. Она твоего сына не скоро забудет. Почему? Что значит, почему? Ну, вот даже судя по тому, что ты рассказывал. Но это… мальчик понатворил дел. Да. Олег за свои грехи жизнью заплатил. Все, закрыли тему? Закрыли. Закрыли, так закрыли. Держи. Может, зайдешь? Чай попьем? Да нет. Мне еще надо на один объект заехать. Ну, что, тогда до завтра. До завтра. Ну, давай. Я тебе сейчас все объясню. Мы с тобой едем в Америку, мне сейчас сделать новые документы. Тебе, кстати, тоже нужно будет подать документы на визу. Пока туристическую. А вот, когда мы там окажемся, будем решать проблему с грин-каром. Ты украл деньги в компании. Ну, я бы это не стал так называть. Ну, да. Но мы пока ими не можем воспользоваться. Вот, когда мы туда приедем, вот тогда мы с тобой будем очень богаты. Так это ты ограбила Беньку Ланову, да? А вот в мои отношения с мамой не лезь. Я при первых же возможностях ей все верну. А почему ты именно сейчас заявился? Да потому что вы устроили идиотское расследование. Мне в панике Ваня написал. Ваня тоже к этому причастен, да? Конечно. Как бы я это один организовал, а? Ваня мне профессионально помог грамотно устроить аварию с пожаром. Сгоревший труп. А откуда труп? Оттуда. Это труп бомжа. Мертвый уже, конечно. Ты же не думаешь, что мы кого-то убили? Кстати. Эксперты в морге. Экспертизе знаешь сколько стоят? Ваня, знаешь какую сумму запросил? Ну что, давай за встречу. Олег, ты явился с того света и пытаешься еще моей жизнью распоряжаться? Ты моя жена и ты поедешь со мной. И твоя вдова. И я с тобой никуда не поеду. Вика! Вика! Продукты возьми! Че свет-то везде горит? Устроила иллюминацию, нам экономить надо. Вика! Ты меня вообще слышишь? А? Привет, мам. Ольга Николаевна! Мама! Ольга Николаевна! В скорую звони. В скорую звони! Но ты меня не видела. И скажи маме, чтобы тоже обо мне ничего не говорила. Поняла? Если выживет, скажу. Простите, пожалуйста. Корниенка. Корниенка Ольга Николаевна. Я хотела... Она пока не пришла в сознание, сложно определить степень черепно-мозговой травмы. На всякий случай мы ее подержим до утра. А очнется, переведем в палату, если нет, то в травму. Простите, как в травму? Мне сказали, у нее инфаркт. Микроинфаркт. С ним реанимация не держит. Не, можно ее увидеть? Нет, нельзя. Послушайте. Идите отдыхать. Завтра переведем. И вот тогда вдоволь насидеть всю постель. Правда? Идите. Что случилось? Здравствуйте. Ольге Николаевне стало плохо с сердца. Она упала. Это ведь ты все устроила, да? Простите. Ты меня слышала. Послушайте, я вам позвонила, чтобы рассказать о случившемся. Вы вместо этого заявляетесь сюда, не узнав, как она себя чувствует, стоите и порите какую-то чушь. Не смей в больницу нос показывать. Я тебя, Коли, на километр не подпущу. Это не вам решать. Имей в виду, я заявление в полицию напишу. И вам всего доброго. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло. Как мама? В больнице мама. Это понятно, как она себя чувствует. Ну, ты позвони и узнаешь, как она себя чувствует, может быть. Смешно. Ты к ней сегодня собираешься? А что? Привет, Татьяна, передать? Я смотрю, тебе весело. Ты шутишь, да? Мне очень весело, Олег. Я сейчас тут на карачках ползаю и кровь с пола оттираю. А еще у меня муж с того света вернулся, блин. О котором я не знаю, где он, что он, когда и с кем. Ты мне хоть на что-то ответишь, нет? Я выйду на связь. Расскажешь, как мама. Поняла? А если она спрашивать будет, я что должна ей сказать? Скажи, чтобы никому обо мне не говорила. Олег, это не… Оленька, Оленька, здравствуй. Ну… Привет. Привет. А я что, в больнице? Да. А как ты себя чувствуешь? Бывало и лучше. Вроде жива. И это радует. Это твоя невестка устроила? Что устроила? Она тебя ударила? Толкнула? С чего ты взяла? Меня никто не толкал. Оль, может, ты ее боишься? Поэтому мне не признаешься? Она что, она что, тебе угрожала? Нет. У меня есть хороший знакомый в полиции. Он оперативник. Давай, я ему позвоню. Ты ему все расскажешь. Напишем заявление. Ее арестуем. Не надо. Ну, не надо звонить в полицию. Меня никто не толкал. У меня сердце прихватило. Я упала. Понятно? Ты чего кричишь? Чего ты ерунду-то говоришь? Мне показалось… Ты чего-то боишься? Ну, когда кажется креститься надо. Вика здесь, в коридоре. Позови ее, а? Нету ее, здесь еще не хватало. Была ночью, но ушла. И я предупредила медсестру на посту, чтобы она ее к тебе не пускала. Наташ, ты дура, что ли? Я не дура. Я беспокоилась за тебя. Я тут все-все утро сидела. Я… Наташ. Вот и… вот и лежи тут одна. Ну, не обижайся, Наташ. Ну, куда ты пошла-то, Наташ? Телефон дай хотя бы. С поста позвонишь. Вика, привет. Никита. Я тебя напугал? Ну, так, немного. Прости, пожалуйста. А ты чего здесь делаешь? Да я сейчас как раз в бюро еду, к Добову. Нужно уладить кое-какие формальности. За тобой заскочил. Ты сейчас на работу или… Мне в другую сторону. Куда? Прости, если не секрет. У больницы Кольги Николаевны. А что с ней? Что случилось? У нее инфаркт. Ладно, я пойду. Подожди, так давай я тебя подвезу. Никита, здесь совсем недалеко. Я даю с мамой. Точно? Точно. Давай. Пока. Иди сюда, мама. Мне не привиделось. Чего ты молчишь-то? Олег жив? Да. Как? Как он выжил? С ним что, еще кто-то был в машине? Я… Я не успела его спросить. Господи, боже мой. Ну, почему… почему он сразу-то не объявился? Не знаю. Он сказал, что… чтобы я о нем никому ничего не рассказывала. Вот я была права. Его подставили. И он не хочет, чтобы тот, кто это сделал, узнал, что он жив. Где он живет? Деньги есть у него? Да я не успела о нем ничего спросить. Ну, чего ты за жена-то такая? Даже не знаешь, как муж живет. Да вы тоже хороши. Завелись в квартиру, упали, голову расшибли. Я пока скорую вызывала, мы даже не успели поговорить ни о чем. Ладно, это не важно. Сейчас самое главное – это его не выдать. Будь очень осторожна, не проговорись. Господи, спасибо тебе. Господи, спасибо тебе. А, телефон принесла? Да, конечно. Давай. Вдруг он позвонит. Ой, Господи, боже мой. Здесь еще. Куда ты столько принесла-то? А? А тапки-то зачем? Я не собираюсь тут жить. Это самое необходимое. Ты с ума сошла? Убирай, давай, не надо мне. Так… Корниелка. Как себя чувствуете? Выпишите меня, пожалуйста. Выписать? Куда это? Домой, что ли? Сюда. А может, сразу в морг, без пересадок? Ну и шуточки у вас, доктор. Да вы тоже, как я посмотрю, шутницы. Как же я вас выпишу с микроинфарктом? Еще неизвестно, как себя проявит черепно-мозговая травма. Анализы не готовы. Раньше, чем через неделю. А то и через две я вас не выпишу. Мне очень нужно. Послушайте, микроинфаркт может перейти в обширный. Вам нужно пройти курс лечения. И только после положительной динамики мы сможем вас перевести на амбулаторное лечение. Ой, ладно, не выпишите, я такой-то. А у нас кто, дочь? Невестка. И что вы молчите? Или это вы ее подгоняете? Да вы что? Ну тогда объясните своей свекрови. Если, конечно, не желаете ее скорой кончины. Что раньше, чем через неделю, я ее не выпишу. А если сбежите, то больница за ваше здоровье и жизнь ответственности не несет. Ольга Николаевна. Ну что? Ну если с вами еще что-то случится, кому от этого легче будет? Ладно, лечите. Ну, спасибо. Разрешили. Садись. Вик! Садись. Ну, привет. Ну, привет. Как мама? Не очень. Подробнее можно? Да что подробнее? Сказали, еще минимум неделю нужно лежать. Я пойду? Погоди, погоди, погоди. Мы вчера с тобой очень плохо расстались. Я правда по тебе соскучился. Давай проведем этот день сегодня вместе. У меня учеба. Я и так уже первый план прогуляла. Ну, и чего тогда беспокоиться? Ну, пофиг. У тебя муж воскрес. Ну, один день можно прогулять? Кому звонишь? Аля. А, да. Аля и Елена Половна. Давай разговаривать, будешь на огромной связи. Пожалуйста. Привет, Вик. Викуся, привет. Привет, девчонки. А ты где? Ты проспала, что ли? Ну, вроде того, да. Короче, не парся. Гавриловна, походу, заболела. А я, походу, тоже. Что случилось? Ну, простудилась, кажется. Девчонки, скажите там, кому надо, ладно? Меня сегодня не будет и завтра, скорее всего. А, а может, тебе заехать сегодня? Нет, не надо. Вы что, заразитесь. Ольге Николаевне это не понравится. Вот старая мудра. Она тебя снова выгоняет? Ладно, девчонки, спасибо. Ладно, пока. Давай, пока-пока. Хорошо, что мама этого не слышала. Что делать будем? Я очень соскучился по нашему дому. Ну, и хоть немножко в нашем гнездышке побудем. Не боишься, что соседи увидят? А я очень тихо и аккуратно. Ну, ты пойдешь первая. Если встретишь соседей, отлечешь. Поехали. Как же я сладко выспался. Дома очень хорошо спится. Есть, Борь? Конечно. А что у нас нужно? Пельмени. Пельмешки? Ну, я надеюсь, со сметаной. Что ты с мамой будешь делать? В каком смысле? В прямом. Тоже ее в Америку возьмешь? Тоже. Значит, кто-то со мной поедет в Америку. Я думаю, что мама не захочет переезжать. Что ты ее бросишь? Малыш, не надо делать из меня монстр. А кто ты? После всего, что ты натворил? Что я натворил? Я никого не убил. Ты оставил свои долги на жену и на мать. Я не буду сейчас оправдываться. Но мне надо было украсть для нас тобой. Ты должен был лечиться. Я тебя очень люблю. Поэтому я сейчас не принимаю это близко к сердцу. Если б ты меня очень любил, ты бы мне рассказал, что ты игроман. Я боялся тебя потерять. Да? Да. То есть, ты во мне сомневался. В том, что я приняла бы тебя любым. Прости. Я исправлюсь. Мне кажется, уже поздно. Моя любовь сгорела в той машине. То есть, сейчас тебе что-то мешает меня любить? Да, таким, какой я есть? Ты не понимаешь. Ну, давай. Объясняй мне. Я тоже сгорела в той машине, Олег. Та наивная девочка, которая верила каждому своему силу. И тот человек, которого я любила. Может, его и не было? А может быть, кто-то запал на трактирщика? А? Как его зовут? Никита. Недолго ты по мне горевала. 40 дней это не прошло. Что ты несешь, Олег? Что я несу? Может, ты еще в него влюбилась? Может, и влюбилась. Не в этом дело. Да? Да. А в чем же ты это делал? Ну-ка, давай-ка. Потому что я его уважаю. А тебя нет. Я тебе говорил, что мы всегда были вместе. Руки! А я свое слово держу. Ты поедешь со мной в Америку. Пельмени свои сама ешь. Фу, слава Богу, выбралась. Ольга Николаевна, нам очень повезло, что обошлось легким сотрясением. Олег мне так и не позвонил. Тебе он звонил? Нет. Ты такси-то хоть вызвала? Конечно. Давай скорее домой уже поедем. Он, наверное, там меня заждался. Обед-то приготовила? Ну, надо бы хоть торт купить. А, нет, лучше эклеры. Олежа любит эклеры. Сбегай в магазин. Ольга Николаевна, неизвестно, когда он заявится вообще. Тебе трудно в магазин сходить? Хорошо, я скажу. Это Олег. Дай, 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 дай. Это Никита. Ну, скажи ему, пусть перестанет звонить. Ты все-таки замужняя женщина. Ольга Николаевна, если это по работе, ну... Да, Никит, добрый день. Вик, прости. Тебе Катя случайно не звонила, не появлялась? Нет, а что? Она пропала. Как? Когда? После четвертого урока. Ушла из школы, все думали домой. Галина Борисовна пришла, ее там нет. А вы... Извини, у меня вторая линия. Что там случилось? У Никиты дочка пропала. Ты куда? В кафе. Может, там моя помощь понадобится. Никита, у нас у самих забот полон рот. Зачем тебе ввязываться в проблемы чужой семьи? А если Олег сейчас придет? Замечательно. Пусть приходит. Будешь дома. В прекрасном месте время проведете. Не дерзи. Он твой муж, а ты бежишь к чужому мужику. Ольга Николаевна, мой муж замечательно без меня жил все это время. Пока я его хоронила, пока я выкидыш переживала, пока я долги его все оплачиваю. Ты... Ты не можешь так говорить. У Олега наверняка были причины, он объяснит, он... Ольга Николаевна, там пропал ребенок, понимаете? Я должна помочь. Да чем ты им поможешь? Ты что, поисковая собака? Да. Так, ребят, открыли карты. Определили наше местонахождение. Все. И разобрали каждый себе по улице, чтоб не пересекались. Ты здесь пошел. Варь, ты через дорогу. Сереж, ты вот здесь вот, загляни обязательно в этот переулок. Обязательно. Не пропусти. Ты, соответственно, здесь. Стадион посмотри, чтоб не пересекались. Охватывайте весь район. Все. Маш, что у тебя? Да, Никита Сергеевич, все готово. Распечатала. Хорошо. Разбирайте ориентировки. Обязательно, обязательно пройдите вокруг школы. Все закоулки проверить, хорошо? Да, конечно, да. Весь наш район, этот, вокруг кафе. У дома посмотрите, все, везде посмотрите. Ты бы кого-нибудь дома посадил, вдруг Атя вернется. Дима, дома бабушка уже давно сидит, ждет, она в курсе. Не, давай. Спасибо, что приехала. Господи, интернет-то выложили? Нет, конечно, нет. Идиот. Ребята, простите, я идиот. Я забыл про интернет. Конечно. Ничего, Никита. Так, надо сфотографировать и выложить в интернет. Я сейчас займусь. Олег, спасибо за идею. Простите, я просто в расфокусе. А, я займусь соцсетями. И на наш сайт надо выложить. А я наш чат выложу. И на городской портал нужно. Да, да, да. Вот, вот, вот. И займитесь этим прямо сейчас. Пожалуйста, ребят. Никит. Что? Никит, подойди. Что, Вик? Я знаю, где Катя. Где? Дома моей свекрови. А, а как она там оказалась? Кто? Это. Это мой муж. Он не опасен, хорошо? Я сейчас туда поеду, я все решу. Подожди, нет. Мы вместе туда поедем. Так, стоп, стоп, стоп. Ребят, всем спасибо. Пока. Отбой. Спасибо. В смысле? Катя нашлась? Не знаю пока. Отбой. И что делаем? Ты же говорила, что твой муж умер. Да я тоже так думала, Никит. Все очень сложно. Я потом тебе объясню. Он точно не навредит Кате? Да я надеюсь. Мой Олег не такой. Объясни, зачем он ее похитил? Он от меня чего-то хочет? Да ничего он от тебя не хочет. Он хочет, чтобы я с ним уехала. Понятно. Что ты там увидела? Место, где Олег разбился. Якобы. Ты знаешь, мне это категорически не нравится. Прости, но это уже не ваши семейные дела. Я не доверяю твоему мужу. Если бы так касалось только меня, ладно, но у него моя дочь. Я не могу подвергать ее опасности. Я звоню в полицию. Здрасте. Здравствуйте. А у Ольги Николаевны там вещи кое-какие остались? Я хотела… Я не могу вас пустить. Дом находится в залоге, поэтому только Ольга Николаевна может туда войти. Ольга Николаевна сейчас в больнице, понимаете? Она меня попросила вещи забрать. Но вы же меня знаете. На елки-палки. Его я впервые вижу. Это мой друг. Он меня подвез, потому что сюда, кроме как на машине, то никак больше не добраться. Пожалуйста. Ну хотите, я вам паспорт оставлю? Ну хорошо, давайте паспорт. Машину тоже вот здесь оставьте. Как машину оставьте? Не вопрос. Спасибо. Так будет лучше. Шум мотора может Олег исполнить. Ну, предположим. Да, вот так. Давай вдоль забора. Спасибо большое. Спасибо большое. Ой. Господи, Толь, напугал. Ну вот, это я хотел тебе сюрприз делать. А дома никого нет. Ну да. А я в магазин ходила. Пирожные? Да. Ой, что ты меня на сладенькое потянула. А это я Вике купила. Я решила ее побаловать, потому что я бываю с ней резка. Ну это понятно, да. Ну что, а что такое? Все хорошо? Да, конечно. А что? Да, это тебе. На, держи. Спасибо. Угости мне пирожные. Я много не съем. Ну ты прости, пожалуйста, сейчас как-то просто неудобно. Вике подружки придут. Так у вас сегодня девичник. Да. Понятно. Ну ладно, тогда что ж. Пообиделся? Я? Ну с какой стать? Свините. Будьте богу, извините. Алло, да, это я. Да. Ой, да, я сейчас приеду, да. Большое спасибо, что вы мне позвонили. Спасибо. А что такое случилось? Да на дачу надо срочно ехать. Давай я тебя подвезу в ней. Нет, 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 не надо. Я сама доберусь. Ну прости, ради бога, что так получилось. Нормально. Ты мне не обижайся. Нормально. Я потом все тебе объясню и... Ладно. Спасибо. Ну что ты в самом деле, ну? Пусть это пока у тебя побудет, ладно? Спасибо. Держи, держи, держи. Давай, давай. Теперь пока. Оля, держи меня в курсе. Да. Давай, давай, давай. Вот так. Аккуратно. Куда? Где моя дочь? Маленькая моя, все будет хорошо сейчас. Потерпи, пожалуйста. Сейчас все кого придет, поедем домой. Папа здесь не приехал? Он живой? Ну, конечно, живой, солнышко. Ну ты что? Это смело, что папа попал в аварию. Что за второе срочно в больницу? У него недостаток крови. Он привез меня сюда и не пускал. Солнышко, никакой аварии не было. Он тебя набрал. Он не убьет папу. Нет, конечно, не убьет, солнышко. Папа сильный. Папа справится. Аккуратно. Сейчас. Все. Все нахоро. Все. Сейчас. Сейчас. Иди, Никита. Я не хотел этого. Ты его сама притащила. Ты похитил его дочь. Да ты сама все испортила. Олег, приди с себя, пожалуйста. Что ты творишь? А ты поедешь со мной в Америку? Нет. Я все сделаю, пожалуйста, оставь ребенка в покое. Ребенка не трогали бы. Папа, папочка. Ты голодчик. Да, вроде жив. Делова распилывается. Иди ко мне. Ух ты. Хорош. Все хорошо. Все хорошо. Зря отказались от госпитализации. По всем признакам у вас сотрясение. Надо показаться специалистом. Да покажусь, покажусь. Спасибо. Пойдем-ка. Пап, тебе не больно? Не-не, нормально. До твоей свадьбы заживи. Простите. Вика, мы ждем тебя в машине. Да, хорошо. Ну, как у вас? Ничего опасного для жизни. Ссадины, ушибы, нос сломан. Так, я спрашиваю, вы действительно… Трактирщик! Жену не трожь. Она моя, понял? Иди уже от Элла. А гребешь мне строго, никто тебя уже не спочит. Женоке, Олеженька, я здесь, я здесь. Не волнуйся. Не переживай, мам. Это мой сын. Отойдите, пожалуйста. Отойдите, пожалуйста. Мам, все нормально, слышишь? Мам, 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 все нормально. Просто адвоката хорошего найди. Да-да-да, я найду. Все хорошо, милый. Я не волнуйся. Не волнуйся, я люблю тебя, мам. Не надо, пожалуйста, выпустите меня. Мам, я люблю тебя. Пожалуйста. Не забирайте его. Это не надо. Не надо. Зачем? Ну, почему? Ну, почему он мне не позвонил? Ну, почему он не пришел? Мне, я бы его спрятала. Его бы никто никогда не нашел. Что стоишь, Рада? Ты забрала у меня сына и не сберегла его. Дрянь. Я знала, что этим кончится. Я все равно подам апелляцию. Ты, мать, ты имеешь право. Имею. Только не жди слишком многого. Олег там понатворил. Делу. А, ты и так уже замяла его в воровство. Это уму непостижимо. А грабить собственную мать. У меня вот слов нет. Да и за хакерский взлом он получил по минимуму. Толя, ну Толя, ну он просто запутался. Он болен. Его лечить надо, а не в тюрьму сажать. Пойдем отсюда. Ольга Николаевна. Возьмите, пожалуйста. Всего доброго. До свидания. Ага. Что это? Нотариально заверенный отказ от претензий на имущество бывшего мужа его семьи. Молодец, девчонка. Подожди меня тут, пожалуйста. Пожалуйста. Я хочу извиниться за своего сына. Перед вами и перед вашей дочерью. Простите. Спасибо. Пойдем, Катя. Ну что, пойдем? Пойдем. Он оказался такой заботливый. Это чтоб ты согнулась. Да все, все, хорошо. Ладно. Девчонки, я пошла. Пока. Давай. Давай. Опять поздно вернешься. Завидовать нехорошо. Ох, давай. Привет. Поехали. 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 Да, не говори. Красавчик. Красавчик, да? Даже как-то не улыбка. Мне кажется, Миша до сих пор к тебе неравнодушен. Да брось. Какой мужик откажется такой, как наша Илька? Только брак. Ну, Илька, мол, быстро дыхание вырвнет. Ну что, может, по кофе? Не, я пойду вам на встречу. Ну ладно, дорогая. Пока. Пока. Алька, пойдем с нами в кино. У нас крыс билеты забронила. У нас два лишних как раз осталось. И я тут думала, курсовую доделать? Да ладно, забей. Пойдем. День рождения по потулу. Сента... Окей. Ага. Привет. Привет. Рад, что зашла. Ага. Как видишь, здесь ничего не изменилось. То есть, тебя все устраивает? Абсолютно. Я подумала, что ты меня вызвал, потому что какие-то недоделки тут обнаружились. Нет. Все отлично. Кстати, кофе и чизкейк, кажется, ты любишь. С удовольствием. Маме. Убирай любое место, где нравится. Я обслужу вас лично, мадам. Благодарю. Прошу. Спасибо. Как здоровье? Да, а что со мной будет? Здоров, как новенький. А как, Катя? Хорошо. Ну, вот сейчас записал ее на секцию. Линди Хопп. Что это? Это такой парный афроамериканский танец. Джазовый, свинговый такой. Мне кажется, очень сложный. Но музыка такая заводная. Не знаю. Главное, что Кате нравится. Я надеюсь, она оправилась после произошедшего. Ну как, конечно, она встряхнулась. Но зато стала похожа на себя прежняя. Завела подружку. Дерзит бабушки. В общем, нормальный здоровый ребенок. А как с рисованием? Отлично. Ты знаешь, она рисует с удовольствием. Ходит в художку, в студию. Постоянно ругается с преподавателем. А Вика не так говорила. Вика по-другому крутила. Ну, ты знаешь, она же упертая. Да. Передавай привет. Спасибо. Обязательно. Ну, а ты-то как живешь? Да, чего я? Учусь. Работаю. Вот. С документами все решила наконец. В смысле? С какими документами? Ну... Я теперь в разводе. Даже не знаю, поздравляете ли с этим, но... Прости. Ложки забыл. Минутку. Кстати, Вика, ты знаешь, у меня есть дача. Я хочу сделать там, ну, легкую перепланировку. И для этого мне нужно квалифицированное дизайнерское решение. Мое? Именно твое. А, так ты за этим меня сюда позвал? Конечно. А как же. Во-первых, ты настоящий профессионал. Ты сделала шикарный ремонт у меня в кафе. У тебя есть чувство стиля. Чувство юмора, что-нибудь мало важно. Ты очень красива. Ты умна. Ты невероятно обаятельна. Мне с тобой очень легко. И... Потом... Мы оба любим чизкейки. Я... Я не думала, что ты захочешь меня видеть после. Я очень хочу тебя видеть, Вика. Каждый день. Что скажешь? Я... Знаешь... Я возьму из-за твоей дачи. Спасибо. Пока не вешаю. Приятного аппетита. Тебе тоже. Субтитры добавил DimaTorzok Спасибо за просмотр! Продолжение следует...